В эфире Народное славянское радио. Добро пожаловать! Добро пожаловать! Я как-то так уже забыл, как представляться на самом деле, но давайте так попроще представлюсь. Один из авторов Народного славянского радио, один из ведущих этого Народного славянского радио и главный редактор, назначенный нашим дружным коллективом. Наша площадка предоставляет возможность выступать тем людям, которым небезразлична судьба нашей земли, судьба матушки России и Руси всей. То есть Россия – это не вся еще Русь, а Русь – это намного больше площадь и намного интереснее. А если интереснее и больше, то значит и история, и прошлое тоже намного интереснее и больше. Вот все, что связано с изучением наших древностей, нашей истории, этим как раз мы и занимаемся. Поэтому предоставляем площадку тем людям, которые умеют чем-то заинтересовывать слушателей, зрителей. Те люди, которые что-либо изучают, те люди, которые что-либо ищут, пожалуйста, милости просим, приходите к нам. Будем разбираться с тем, что было, что есть, что будет и как нам главное жить так, чтобы все было по совести, в аду с природой и чтобы нам всем было хорошо. Вот примерно так. Если кому-то интересен наш сайт, то, напоминаю, вы нас можете найти по такому сочетанию. Народное славянское радио. Сайт славрадио, одно слово, точка орг. Славрадио, точка орг. Ну что ж, передаю слово нашему ведущему. Пожалуйста. Чтобы нам всем было хорошо. У нас сегодня три ведущих целых. Несколько трансляций идет на разные каналы. Поэтому давайте я продолжу тогда. Меня зовут профессор. Я приветствую зрителей Института Б и также других зрителей, которые смотрят на других нас каналах. Немного расскажу о том, что такое Институт Б. Это площадка, объединяющая людей, которые хотят понять, как устроена эта реальность. Мы тут изучаем человека, его психику, также социум, как отражение человека, и внешний мир. То есть у нас психология, социология и философия – это основные направления. И все эти вещи взаимосвязаны. Каждый является зеркалом. Одно отражает другое. Поняв себя, мы понимаем других людей, мы понимаем мир. Или наоборот, поняв мир, мы понимать начинаем себя. Потому что это все одно и то же, все взаимосвязано. Все так или иначе в нашем сознании находится. Тем, кому интересно независимое мнение, приглашаю вас в Институт Б. Я выкладываю свои инсайты в виде монтажей. И у нас также есть рубрика прямых эфиров. Вот сейчас вы наблюдаете экспериментальный формат. Один из вариантов этой рубрики. Всем привет. Передаю слово Видагору. Всем здравия всем слушателям всех каналов. Так как трансляция идет на трех. И на остальных каналов, остальных участников эта трансляция выйдет в записи. Список участников и ссылки на их каналы будут под видео. Так как все видеоблогеры, не только исследовательные видеоблогеры, у каждого свой канал. Поэтому мы вынуждены представляться сейчас по очереди. Мой канал на ютубе называется «Мирянин Видагор». Меня зовут Владимир. Последнее время меня называют Видагор. Я уже к этому привык. Это нормально. Мой канал в основном посвящен славянской ведической традиции. Сам я изучал ее по разным славянским школам. Слушал лекции разных учителей. Всех, кто близок к этой теме. Также изучал индийские веды по разным школам. Изучал эзотерику, религию, психологию, конспирологию. А последнее время именно я заинтересовался тем, что можно назвать альтернативные исследования. И я вижу, много видеоблогеров идут по этой теме. Там разные направления есть. Но особенно меня привлекло то, что вроде бы, как раньше когда-то для меня казалось, что история последних 300-400 лет, она довольно понятна, ясна, как бы известна. А оказывается, что она не то, что известна. Она там совсем неизвестна людям. Там все переделано, все наоборот. Много чего замалчивается. Много чего перевернуто кверх ногами. Где там на черное говорят белое, на белое черное, на хороших плохие, на плохих хорошие. В общем, я последнее время открыл для себя столько нового, что особенно по событиям последних 400 лет, что там и потопы были и так далее. Последнее время вот обратил внимание больше на это. Рад, что вот так удалось собраться всем вместе в такую конференцию. Передаю слово Виктору Максименко. Благодарю Видогор, благодарю всех слушателей и участников. Меня зовут Виктор Максименко. Я тоже, у меня есть YouTube-канал, который также называется. На этом YouTube-канале я размещаю свои исследования, которые связаны с прошлым нашей Земли и природными процессами, которые дающими гармонию и естественное развитие человечеству. Мои наблюдения за природой и знания основы народной культуры помогли мне найти основу здоровья и болезней в природе, что дало возможность предложить современному человечеству универсальные методы восстановления здоровья как человека в частности, так и самой природы. Плюс решить такие проблемы, как чистая вода, отходы, прогнозирование землетрясений и многое другое. Плюс получение свободной энергии. О чём мной был написан ряд статей под общей темой «Ключи природного здоровья», которые размещены на моём сайте и на моём канале. Но этим я не ограничился, так как исследования природы помогли мне в изучении древнейших календарей Земли, где мне удалось доказать наличие трёхлун Земли в прошлом. Тем самым я нашёл легендарного змея Горыныча. На этом я не остановился, потому что универсальное правило, если не знаешь своего будущего, не имеешь своего же... не знаешь своего прошлого, не имеешь своего же будущего. Тобой будет кто-то управлять. Оказалось, что данных о настоящем нашем прошлом очень мало. Я продолжил изучение тех же календарей, и оказалось, что все древние календари содержат информацию о двух лунах этих древностей, Лелли и Фаты. Это всё помогло мне отследить единую календарную традицию наших предков от Денисовской пещеры 50 тысяч лет назад до Крита, где я собрал критскую календарную систему, знаменитый фесский диск, диск Мали. Оказалось, что это просто астрономические часы, такие же, как сейчас-то и от Праги, которые были выпущены в 17 веке. Во всём это мне помогла разобраться сибирская календарная система, где я нашёл эти луны. Ну и источником, опять же, послужила природа и знания родной культуры. Также мои исследования в процессе позволили мне найти и северную породину человечества, Адаарию, и Атлантиду найти, потому что оказалось, что это очень легко и просто, если не иметь шора ограничений в виде нашей современной истории. Плюс нашлось огромное количество, множество свидетельств о том, что ещё в Америке недавно жили белые люди, огромное количество информации. Изучение этого удалось, при этом изучая, удалось найти долину пирамид императоров современной России, о чём я только недавно выпустил ролик. Я надеюсь, общими усилиями мы раскрутим и это направление пирамиды России. Также параллельно в исследованиях удалось найти гигантов, иные формы жизни, динозавров, единорогов, и ещё огромное количество интересностей, о которых современная наука просто молчит и ничего нам не говорит. Зная всё это, я тоже и предложил созвать конференцию думающих людей, которым интересно развитие, которой интересна правда, потому что в мире пускай 200 миллионов русскоговорящих людей соберётся. Мы же все исследователи, которые сейчас пишем статьи, которые не можем молчать, нас всего, если мы даже соберём всех, у кого есть каналы, нет канала, просто пишут статьи, это будет не больше, чем 100 человек. Поэтому и хотелось бы, чтобы наша конференция послужила примером, когда думающие люди смогли бы собираться, не дать замолчать информацию, которую они нашли, и это распространялось, чтобы на каждом канале знали каждого исследователя, и люди уже сами решали, какое зерно истины в этих исследованиях, как это нужно развивать, размещать и продолжать исследование. Так что, я надеюсь, наш пример послужит примером для остальных, кто ещё, кто пишет, кто начинает писать, и они тоже организуются и выступят единым фронтом, общаясь друг с другом, обменяясь информацией и находя скрытую от нас истину. Так что благодарю всех за внимание, передаю слово следующему. Валерий, это тебе слово. Здравствуйте, я Валерий, канал у меня Валерий, кому надо, просто набирайте в Ютубе и находится. Я начал с 2008 года записывать свой эзотерический опыт на сайте писал-писал, и мне как-то предложили написать книгу. Она в прошлом году вышла, «Лярвоведение» называется. Значит, моя тема для «Лярвоведения» это, по сути, демонология. То есть, каким образом инфернальный мир воздействует на человека, потом это естественным образом пришло к тому, откуда это взялось, ещё до того, как стали известны уже такие факты о ядерной войне и всё прочее. То есть, я уже, ну, как бы дошёл до того, что знал, что цивилизация захвачена. Причём захвачена не просто инфернальным миром там каким-то, а именно физическими цивилизациями, которые идут по демоническому пути развития. Ну, то есть, высокотехнологически они нас победили в какое-то время. Вот. И таким образом, вот эти вот все вещи, которые мы здесь обсуждаем, они так, ну, вот напрямую связаны с демонизацией нашего мира, ну, то есть, нашей Земли. Что есть Земля, нам неизвестно сейчас. Раньше было понятно, сейчас непонятно, что такое Земля. Вот изучаем. Так что вот всё, что мы здесь озвучиваем, всё это является сутью, вернее, даже так сказать, что чтобы всё это получилось, нужен был библейский проект, то есть, информационное наполнение вот этого. И чтобы вот это наполнение было создать, я не представляю такие возможности в человечестве или вообще даже... Это не человеческие возможности. Я даже не представляю, как бы вот все аспекты нашего бытия прописаны вот какой-то, не знаю, каким-то исполинским разумом. Это не божественный путь, а демонический разум именно, то есть, это явно компьютер. Вот интересно было бы найти, что это за компьютер, который весь этот проект до сих пор, я так думаю, ещё ведёт. Что-то там, то ли он, то ли его увезли сейчас, то ли у них пошли какие-то сбои, сейчас какие-то сложности, вот поэтому мы с вами можем здесь беседовать на эту тему. Так что всё, что я озвучиваю на канале, других авторов, свои статьи и всё прочее, всё является именно библей... Ну, всё это относится к библейскому проекту. Ну, вот, собственно, я что и хотел о себе сказать. Можно дальше? Так, я поздравляю Валерия, кстати, у него сегодня 100 тысяч подписчиков на канале. Да ты что? Я не знал. Валерий, ты прими поздравление, это значимая цифра. Не заметил, да? Нет, не заметил. Они бы ещё меня глядить перестали. Я сегодня просто перед конференцией ну так пробегался и заметил, у тебя 100 тысяч сегодня. А нет, я 96 тысяч было буквально несколько дней назад, я думаю, я ещё... Ну, понятно. Идёшь в гору, поздравляю. Ну, это удивительно, да. Олег, тебе слово. Всем здравия, я Олег Павлюченко, автор и ведущий канала Ice Peak, альтернативная история Северного Причерноморья и Кавказа. Я с этим делом начал заниматься достаточно недавно, в смысле, на канале, создал свой канал. До этого я многих авторов смотрел, изучал эту альтернативную тему достаточно долго. И первое, что я сделал, это обобщил мнение наиболее вменяемых авторов, попытался создать единую картину. И вот у меня первый проект, который появился на канале, это гибель Тартарии, так называемая, в нескольких частях. Я её тянул. Но за ней вышел ещё один проект, история Великой Тартарии. Всё это обобщение. Конечно же, всё, что мы имеем из альтернативной истории, это обрывки данных. Фактически, ни на что опереться толком нельзя. И само же слово Тартария, тоже оно неконечно. Пагам этот вопрос изучается. Что же это на самом деле было? Хотя есть различные сейчас направления. Вот, допустим, tartaria.info ресурс-то там мы ведём с Кадыгчанским, с Андреем. Пытаемся докопаться до правды. Вот Витя недавно выпустил интересный ролик, нашёл эту долину пирамид Каракарана. Но пока эта информация для нас достаточно сильно закрыта. И всё, что мы видим, это мы видим только следы на Земле. А я так по первичному образованию своему штурман начал изучать карты. И на картах я увидел следы падения больших крупных небесных тел, находящихся в одной траектории. О чём можно было понять, что они падали с орбиты. то есть на орбите были разрушены какие-то большие объекты, ну, видимо, естественные или искусственные спутники. И тут мы встретились с Виктором Максименко и сошлись он через календарные даты про три луны, а я через следы по нахождению на теле нашей планеты в океанах. И вот я нашёл большой след от падения одного спутника и череду этих следов далее на юг. То есть самый большой был удар в районе полюса, который, в принципе, и уничтожил всю вот этот бывший центр мира. Но потом оказалось, что ещё одни следы у нас имеются и самый большой след это пустыня Токламакан, засыпка Северной Африки. То есть на основе этого я выдвинул несколько гипотез и предположений, как это могло происходить. То есть далеко не теория, это просто пока гипотезы. Они достаточно сырые. Вот я выпустил недавно фильм про вечную мерзлоту, связал её с ударной волной, с колебанием давления, связал перелив через потоп с прецессионным движением оси вращения Земли, вызванной при внесении груза на ось гироскопа. Но далее я начал изучать, кроме своего района, где я живу, Северного Причерноморья, где следы реально первого потопа. Вот я выдвинул гипотезу именно двух потопов. Первого потопа, случившегося на рубеже 17-18 веков, и второй потоп, это средина 19 века, вернее, 40-е годы 19 века. И вот примерно по оставшимся документам, некоторые из них Сергей Игнатенко привел, то есть вторая катастрофа произошла, мы уже знаем точную датировку, это 1843-1846 годы, когда три года с неба падали обломки летающего по орбите разбитого небесного тела, которое в середине три года падало. Вот как раз сейчас изучаем вопрос, что же происходило тогда в Европе, многие знают про Байрона, который три года в 1816 году, год без лета, они сидели в Швейцарии и писали какие-то страшилки, переживали этот момент времени, и тут мы выходим на хронологический сдвиг, то есть события в Европе года без лета отразились как 1816, события истории России они отразились как 1843-1946 годы. Вот хронологический сдвиг фактически у нас на 30 лет виден, и этот 25-летний 30-летний хронологический сдвиг, он фактически весь 18-19 век преследует все, что мы видим. Сейчас я работаю как раз над этой темой совмещения по биографиям некоторых людей известных, в том числе Байрона, совмещения всего в российскую историю 1943-1946 годов. Там кроме этого достаточно много сейчас вылезло вот этих доказательств косвенных, то что действительно в середине 19-го века что-то произошло. Мы видим это по засыпанным первым этажам. Чем они засыпаны уже сейчас более или менее стало понятно, это все пыль смоченная водой, гидросфера этого спутника. остается сейчас один вопрос что же у нас такое луна и была ли на ней гидросфера и атмосфера. Вот как раз с Виктором Максименковым я думаю мы этот вопрос в ближайшее время начнем копать сильнее. В общем от изучения и обобщения я перешел сейчас фактически к исследовательской полной деятельности и вот в месяц раза два я выезжаю по Краснодарскому краю, по Крыму, мы берем пробы, смотрим что же у нас имеется под слоями грунта, копать нельзя, но смотрим из обломков торчащих из стены и вырисовывается очень интересная картина Крыма и Кавказа, что по своей застройке он был гораздо плотнее, чем современная Западная Европа. Я вот за последние где-то новогодние праздники нашел уже три крепости звезды в районе Туапсинского района, от которых торчат следы из-под грунта. Ну, в общем, такая интересная картина пока рисуется и на 2018 год, на летний период мы собрались ехать в расширенную экспедицию, я пока не пойму, как мы финансово это все будем делать, но кое-какие наметки есть от краулфандинга до прямого сбора, так что я думаю, может быть, у нас получится собрать и вас всех здесь присутствующих авторов, если мы сейчас действительно сможем заинтересовать людей в этом направлении, просто хочется уже сделать расширенную экспедицию, снять документальный фильм и использовать георадары и все-таки исследовать эти кирпичи, что же это за такие блоки, из которых было все сложено, а также посмотреть вот эти подземные полости, что у нас под каждым городом находится, ну вот примерно тем занимается мой канал, я сотрудничаю со многими здесь присутствующих авторах, также я хорошо сотрудничаю с Алексеем Кунгуровым, вот мы с ним совместно и собираем эту большую экспедицию на летний период 2018 года, я все. Я хотел сказать, что Алексей у тебя там в твоей трансляции только Олега показывают почему-то. Смотри, как бы, да, дело в том, что показывают только тех, у кого включена камера, остальные все значочками сверху выстроены. А, понял, хорошо, хорошо, да. У Валерия тоже камера включена, показывает Олега на весь экран. Ну ладно, это так, я просто тебе сказал, если ты следишь. Передаю слово Денису. Это так, я просто тебе сказал, если ты следишь. Да, Да, благодарю, мы просто договаривались, что я последним буду, тут еще Николай не высказался. Не, не, Николай, он снимает трансляцию. А, хорошо. Тебе. В общем, Денис Хвостиков, он снимает. Так, у кого фонит? Выключите микрофон. Дубль идет. Так вот, Денис Хвостиков, известный конспиролог в узких кругах. Ну, о себе, наверное, кратко, да, исследовал мир с точки зрения конспирологии. С недавнего времени запилил свой канал. Вот. Соответственно, ну, кратко, наверное, что о себе? Считаю, что наша планета оккупирована. можно назвать это космическими пиратами, да, их. можно там, кто там, ну, и кому, кто считает термин рептилоиды зашкварным, давайте использовать свежий термин космическими пиратами. Ну, так сказать, один из моих докладов называется Тайное мировое правительство или оккупационное. То есть, я считаю, именно через Тайное мировое правительство происходит оккупация. На самом деле, они просто, так сказать, наемные менеджеры, нанятые непосредственно оккупантами с другой планеты, так скажем. Вот. Ну, и понятно, что по поводу инфернального мира все верно, так сказать, к некоторым из них действительно идет подключка определенных инфернальных сущностей. Вот. Это, как бы, мои такие выводы, на которых там я уже, к которым подошел с, как бы, своей логикой, своими выводами, основанными, естественно, на сторонних исследований, то есть, как бы, собирая по крупицам, по пазлам, еще картину. Ну, и также хочется тоже подчеркнуть, что, понимая прекрасно, что происходит, так скажем, порабощение, да, коренного народа, в том числе, как яркий пример, это вот ложь по поводу религии, да, вот в частности, например, вот нам рассказывают, что мы, так сказать, до христианства, да, вот наши предки, они вот бы жили в лесу, там, молились к лесу, да, я считаю, это, как бы, это конкретный факт процесса деградации, который нам навязан, да, так сказать, исторического, используя исторические, так сказать, методики. Ну, и также, вот, как бы, интересуюсь, изучая вот такие труды, там, как, ну, классического, там, да, труды Бориса Рыбакова, например, язычество Древней Руси, который писал, что, например, вот в 10 веке, подчеркиваю, до нашей эры, да, есть артефакт присутствия наших предков Руси, там, но она у него называется, как вот, Чернолеская. Это вот вкратце, если мы говорим по поводу религиозности, да, и по поводу, как бы, конкретных фактов того, что нас намеренно, оккупанты, так сказать, вводят в блуд, дезинформируют, навязывают свою религию, навязывают свое дегроидное мировоззрение, и я считаю, что эти стереотипы нужно ломать, в этом моя цель, в этом я вижу смысл своей жизни. Кратко все. Я добавлю, Денис, он только сейчас открыл свой канал, но до этого он долгое время был ведущим на институте Белайвстрим. У нас один участник еще должен подойти, скоро он опаздывает, это Евгений Макаров, у него тоже канал известный. А далее сейчас мы по второму кругу, наверное, выскажемся. Я предлагаю сказать Алексею Орлову, так как именно на твоем канале, Народное славянское радио, очень много приходило разных исследователей, тоже вот к тебе же приходил и Олег, и Виктор, и многие другие. И так как ты совместно вел это все с ними, с разными исследователями, то может у тебя как-то, я не улавливал, просто я не видел твое мнение, высказывание по этим исследованиям, может сейчас, как конференция альтернативных исследователей, может ты выскажешь что-то свое мнение по этой теме, особенно вот, которую он у тебя на канале озвучивал, там и Виктор, и Олег, по неоднократной, и другие. У нас, поскольку я уже сказал, открытая площадка, то в этом случае к нам приходят разные люди и порой вообще радикально и кардинально противоположные мнения высказывают. У нас уже слушатели привыкли, что если был какой-то человек, который сказал, что вот тут было вот это, это еще не означает, что это истинно в последней инстанции. Бывает такое, что, например, в следующем эфире появляется другой исследователь, он говорит, вот в этом месте было вот это. И слушатели говорят, «Елы-палы, Алексей, ты кого вообще приглашаешь, кого слушать, кому верить?» Я говорю, «Ребята, мы сейчас живем в эпоху переходную, когда некие оккупационные структуры сдают власть, им просто пришло время сдавать, а передавать пока некому. Вот такое время, передавать пока некому, потому что если мы рассматриваем варновую систему, которая наша древняя, то там есть начальная варна, в которой, ну так, люди называют или жить, а там она разделена на несколько подварн. Вот сейчас многие люди даже в этой варне не находятся, они находятся ниже черты, за чертой. Они находятся в таком состоянии нежитий, то есть, которые себя уничтожают. Так вот, вылезти из этого состояния возможно только в том случае, если человек способен что-либо осмыслять, если у него мозги правильно работают, если он может разобраться, где правда, где кривда. И в этом случае мы живем в век, когда вот такие вот осмысления, осмысления, они очень важны для каждого из нас. И до тех пор, пока не появится на самом деле мыслящий человек, то в этом случае никуда нам дальше двигаться-то не получится. И очень часто у нас появляются так называемые тестеры, которые вбрасывают какую-то мысль, идею. И мы смотрим, насколько люди способны понимать, правда это или неправда. Вот к этому наши радиослушатели привыкли. То есть, мы никогда на блюдечке с голубой каемочкой не преподносим какую-то истину в последней инстанции. Потому что, во-первых, существует множество измерений, в том числе, они проявлены здесь, и кто-то, может быть, зацепил какое-то свое измерение. Какая-то альтернативная история была в каком-то соседнем измерении, здесь проявились какие-то следы, возможно. В общем, чудес на нашей земле много. Но суть в том, что в любом случае, в каком бы измерении, кто ни находился, куда бы ни попадал, без здравомыслия нам жить дальше невозможно. Поэтому, никогда, еще раз говорю, мы окончательных результатов, вот так вот этот прав, этот неправ, не подводим. И самое еще главное, мы никогда не устраиваем разборки, типа ток-шоу, которые сейчас по зомбоящикам везде показывают, кто круче, у кого длиннее, у кого айфон больше. Вот это такая у нас направленность. То есть исследуем, изучаем, приглашаем разных людей, а вот говорить, кто из них лучше, кто из них круче, я, пожалуй, воздержусь. Проводим иногда еще международные какие-то телемосты. Вот в феврале планируется очередной телемост, где будет Америка в очередной раз участвовать. Может быть, они нам покажут следы цивилизации, которая связана со всей Русью. Я напоминаю, что Русь – это светлое, это то, что было до экватора как минимум, на всех континентах, независимо, соединенные они были или уже разъединенные, но Русь там присутствовала. И еще одна задача, помимо того, что мы призываемся к здравомыслию, пытаемся людей пробудить к здравомыслию, еще эта идея объединения тех людей, которые так или иначе себя относят к тому, что общим словом называется раса. Вот только в этом случае мы можем противостоять тем самым захватчикам, которые так или иначе себя проявляют по всем инстанциям. Только так мы можем стать самостоятельными людьми и только так сделать то светлое будущее, о котором так долго и много говорят на разных каналах разные умные дяди и тети. Поэтому не буду подводить опять же итог, кто мне близок, кто мне люб. Буду говорить, что любой человек, приходящий к нам на канал и умеющий правильно доносить мысль, где хотя бы есть доля правды, ему будет дана возможность что-либо это говорить. Но естественно, что у нас есть еще такой ход, когда мы говорим, если уж совсем кто-то заврался, а врать это не всегда плохое слово, говорили, ну в ревритом, древности, вот если сказочник какой-то такой прям уж совсем завелся, мы говорим, напоминаем, что мнение редакции не всегда совпадает с мнением сказителя. Вот такой у нас ход есть. это так подсказка, что иногда все-таки приходится чуть-чуть высказывать свою точку зрения, но без перегиба, без задавливания того, кто говорит. Ну, пожалуй, пока так. кстати, очень интересно ты подметил, что разные исследователи рассказывают разные версии, ну, про одно и то же время, и каждый уверен в своей версии, про другие измерения, да, я как-то тоже, ну, вот ты более так интересно подметил эту тему, я тоже как-то исследовал такую, можно сказать, альтернативную, как эффект Манделлы, и то, что происходит слияние и расхождение параллельных миров, и, возможно, действительно, может быть, в одном параллельном мире происходила одна ситуация, одни события, а в другом другие, и один исследователь, как бы он по одному миру рассказывает, а другой по другому, хотя они говорят про одно и то же временной промежуток. Александр, профессор, что-то ты скажешь? Конечно, могу сказать что-нибудь. Раз уж тема параллельных миров тут зашла, я вот все чаще убеждаю, что каждый человек живет в своем мире, в своем таком коконе. Он через призму своего восприятия все пропускает. И в каком-то смысле у каждого человека вот свой мир и все внешнее это отражение всего внутреннего. Вот это вот восприятие, нам кажется, есть некий внешний мир отдельный от внутреннего, хотя, если приглядеться, то можно много моментов таких заметить, что мы воспринимаем какие-то вещи, они проходят через наши рецепторы, потом электрические импульсы в мозг отправляются, потом мы это все фильтруем. То есть, это все наше восприятие, это не некая объективность, это наше восприятие того, что мы можем выцепить. А там даже диапазон шире, чем мы можем воспринять. Скажем, есть ультрафиолет, есть радиация и другие еще всякие вещи, которые мы просто не можем даже заметить, что они существуют. Вот какую-то часть мы увидели от реальности и как-то ее интерпретировали. И у каждого свой событийный поток существует. Даже несколько человек, находящихся в одном месте, они по-разному все воспринимают в ситуацию. И людям очень сложно друг друга понять. Ну, там банальный пример. Кто-то, я не знаю, ест в ресторане, рядом с соседней, в соседней помойке роется бомж какой-то, он там что-то ищет. То есть, у людей счастье у них, тут же рядом человек то же самое. он видит примерно, но у него совершенно другой мир свой и там совершенно другие события происходят. И потом дальше это все наслаивается на то, что людям сложно понять друг друга. Каждый что-то рассказывает, но общего такого консенсуса нет. Во-первых, потому что даже понимая все это, нужно стремиться понять друг друга, стремиться понять, в чем человек прав. Если он такую себе установку дает, то он начинает разбираться и хоть немного на волну этого человека подсаживаться. Я вот вижу, что каждый по-своему прав, но при этом многие люди не способны договариваться. То сейчас, о чем рассказывал человек со Славянского радио, в принципе, у нас то же самое происходит на эфирах очень часто, когда приглашаем людей и они не могут договориться между собой. Хотя каждого, я допустим, понимаю, но они с друг другом конфликтуют, так как видят именно отличия. Если человек дает себе установку на то, в чем он не прав, собеседник его, то он находит это. Если он говорит, а в чем он прав, тогда он находит это. Вот концепт с параллельными мирами мне тоже нравится, с эффектом Манделы, с подстройкой, со всей этой. Очень интересная такая конструкция ментальная. Я все идеи рассматриваю как потенциально возможные и смотрю, полезны ли они, куда они ведут. Если это идея, то она и принадлежит миру идей. То есть здесь это вопрос, как мы будем это использовать, как полезен ли будет нам этот инструмент, что нам эта идея дает, куда она ведет. Идея параллельных миров, она нам дает множество вариантов различных, больше приключений, как в сериале каком-нибудь в детстве, который мы все смотрели, из одного мира в другой переместиться, это же прикольно. Увеличивается вариативность событий. это кино, вот эта реальность становится более интересным. Думаю, пока все. Я воздержусь от высказываний. Я передаю слово дальше Виктору Максименко, но просто я заодно задам вопрос. Это, наверное, больше вопрос к Виктору и коллегу, когда вы будете высказываться в следующий раз. Просто мне интересно ваше мнение по такому именно вопросу. Вот сколько за последние где-то там, ну, как вы считаете, около 400 лет было именно либо потопов, либо катастроф и примерно даты их, ну, по вашему мнению? Это больше вопрос, наверное, к тем, кто идет по этой теме, к Виктору и коллегу. И передаю слово Виктору. Благодарю. Мирянин. Я бы хотел просто продемонстрировать на своем примере, как я до этого дошел и почему, как говорится, мы сегодня здесь собрались. Потому что, действительно, как сказал Валерий, мне еще в 90-е годы стало понятно, что перед нами во всей красе расцветает система самоуничтожения. На государство уже рассчитывать нет смысла, оно уничтожено. Опять же, осталось рассчитывать только на самого себя, но на самого себя, где взять информацию? Для того, чтобы правильно выстроить свою жизнь и настоящую, и будущую, не только свою, но и своих родных, родителей, как говорится, детей, родины в целом. Ведь оно все равно на разных уровнях получается разная система. И оказалось, что современный мир эту информацию не дает. Система самоуничтожения во всей красе показывала нам, что я взял максимум, что она могла дать, то есть, учился, пошел работать, но с каждым днем, проходя все эти этапы, я понимал, что ни в институтах, ни на работе нам не дают рецепты, которые, как говорится, не служили для самоуничтожения. Нужно было найти эти рецепты. Эти рецепты, я посчитал, что лучше всего идти от первоисточника, потому что везде обман, везде подлох, везде идет обслуживание дяди, но никак не своей родины, не своего рода, не своей природы, то есть, природа находится в уничтоженном состоянии. И я потихоньку вышел из этой системы и пошел к первоисточнику, к природе. Наблюдая за процессами в природе, получая информацию из природы и изнутри себя, в том числе из интернета, я уже дошел до такого состояния, о котором когда-то говорил Горький, когда выступал перед молодыми поэтами в свое время, он когда выступал перед молодыми поэтами, он сказал, ребята, если вы можете не писать, то есть, не делать, не делайте, уходите. И я дошел до такого состояния, что уже не мог не писать, не мог молчать, наработалось огромное количество информации, но информации какой? Не просто информации, великий гуру сказал, нет, информации такой, которую каждый бы человек мог проверить и подтвердить сам для себя. Так я вышел на универсальный закон, который в природе позволяет нам решать вопросы по здоровью и природы, и человека, потому что система, я повторяю, самоуничтожения, система настроена на то, чтобы мы самоуничтожали себя, природу, в том числе родину, родители, все делали сами, но уничтожали это. Этот универсальный закон, который я определил, оказывается, он содержал ответы на все вопросы, которые, так называемые, проблемы человечества. Почему мы болеем, почему мы рано умираем, почему такое огромное количество проблем, где взять эту свободную энергию, она оказывается вокруг нас, она в воде, подводной, подземной, наземной, воздушной, везде, то есть, получилось, занимаясь одним, я вышел на такие ответы, которые лежат на поверхности и они доступны каждому. Из этого я все это описал, дал те возможности людям, как это можно проверить, как это исправить эту ситуацию, чтобы каждый человек перестал уничтожать сам себя. Как получать свободную энергию в любых масштабах, это уже другой этап, он будет когда-то. Сейчас я показываю простые моменты, чтобы люди перестали себя самоуничтожать. С этого, с наблюдений за природой оказалось, что энергия идет нам, ну, не только изнутри Земли или от Солнца, но и от звезд. Отсюда и вызван мой интерес к календарям. И оказалось, что наука обзывает все древние календари инопланетными. Странно, потому что в народной культуре наши календари четко говорят, что было три Луны. И я пошел искать самые древние, известные науки календарные системы. Ну, потому что, ну, как-то некультурно говорить, вы знаете, у нас все есть нужные доказательства. Я пошел в саму науку. Оказывается, наука нашла древнейшие календарные системы, сибирская календарная система. И там были непонятные объекты. И изучение показало, что эти непонятные объекты это просто легендарные Луны. Расчеты показывают четко, звезды-то не спрячешь. Звезды невозможно закрыть или убрать. Да, они отсутствуют сейчас на небосводе Луны. Но обнаруживая их на звездных календарях, я увидел, что сибирская календарная система, изученная наукой, которая 17-30 тысяч лет, соответствует календарной системе фестского диска. Оказалось, фестский диск это основа календарной критической системы. Но извините меня, я еще в школе ставил неприятные вопросы преподавателям и в институте преподавателям ставил в тупик профессоров, потому что все прошлое это куча загадок, куча загадки, 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 бац, там Киевская Русь появилась, бац, те появились и куда-то ушли. Но такого же не бывает. Есть же какая-то система, которая, ну да, уничтожается в результате войн, катастроф. И пришлось искать в итоге самому ответы на эти вопросы. Когда я искал ответы на календарные системы, оказалось, что календарная система майя, так называемых, она соответствует сибирской календарной системе. Так календарной системе майя там 13 тысяч лет, сибирская 17-30. Когда я благодаря сибирской календарной системе нашел все ответы, эти луны у майя, и посмотрел, оказывается, в археологии товарищи майянцы почему-то белокожие, голубоглазые. И оказалось, что там гиганты бегают, белокожие. И по этим следам я вышел на Сибирь опять же, опять же попал в Сибирь. И так дошел до 19-го века, когда, как сказал Олег и многие другие исследователи, пошли еще большие чудеса. Пропали белые моголы, тартары, они не моголы, они маги. И объясняю, почему маги. Они знали основы природы, строили эти пирамиды, все это нашлось, как они их строили, рассчитывали, где они их ставили, как получали эту энергию. То есть оказалось, все это есть в нашей родной культуре. Оказалось, что в Америке была империя. Америка была частью империи еще в 16-м веке. А империя это именем Перуна. Да, пока я дошел до середины 17-го века и увяз просто в середине 17-го века. Почему? Потому что оттуда посыпалась сказочная жизнь. То, про что говорил Шамшук. Когда ты видишь гигантов, о которых ни о чем не говорит наука, а я про это сделал ролик, где множественные доказательства в книгах, в учебниках прошлого, когда появились динозавры. Динозавры в 16-м веке в книгах присутствуют многочисленных, единороги бегают по травке, но и присутствуют иные формы жизни, о которых мы сейчас ничего не знаем. Ничего не знаем, а наука каждый день открывает, каждую неделю открывает 5 новых генетических заболеваний. И кормит нас небылицами, непонятно. Говорит, ну мы не понимаем, почему все ответы в правде. Вы скажите людям правду, что генетически мы разнообразны. Нет у нас никаких одного отца и матери. Природа нас всех родила, кого-то родили, кого-то сотворили. Но отсюда генетические проблемы и проблемы человечества в частности. До этого были сказки, это все сказки, старые легенды. Но позвольте, недавно в Лондоне заявили о создании человека от трех родителей. В Америке продвигают андрогина. Уже, как говорится, предыдущее поколение им не подходит. Им теперь подавай андрогины. То есть система самоуничтожения проявляется во всей красе. Ну, как правильно сказали многие, что не заметила эта система. А не заметила то, что в декабре 2012 года, о чем многие знают, произошла смена энергетического воздействия. И вибрация нашей Земли с 7 Гц, которая была до этого, а 7 Гц это частота сна головного мозга. Головной мозг у человека спал до 2013 года. После 2013 года частота стала уже 14 Гц вибрации Земли. На эту частоту настраиваются люди. Это не двоекратный рост, это рост на порядок. Прошлый порядок, грубо говоря, до 10 Гц, это до 100 Гц. То есть открылись новые возможности, которые мы еще считали недавно сказочными. И поэтому люди начали просыпаться, активно начала включаться голова, чему я вас и призываю. Вас учат, заучивать. А я предлагаю научиться мыслить самому, потому что у нас в голове стоит уловитель мыслей, мыслеуловитель, поэтому он ум и называется. Как правильно многие заметили, на этот мыслеуловитель наводится всякая чушь и бред, который люди начинают воспринимать за свои мысли и начинают действовать по алгоритмам, самоуничтожаясь или уничтожая других. Но это наведенное из вышек. Человек должен сам понимать, сам научиться мыслить, проверять, критически подходить к информации, слезть от этих низких вибраций, потому что пришло время высоких вибраций, пришло время активности головного мозга. И мы должны запустить именно чакры, которые находятся в районе головы, чтобы человек начал думать, а не соответствовать животным инстинктам. Поэтому я призываю всех и своих подписчиков подписаться на все каналы, которые здесь представлены, потому что, как я говорил, в мире около 200 миллионов русскоговорящих, 100 миллионов из них смотрят интернет, а если мы, как говорится, соберем все подписки, то мы миллиона даже не наберем. То есть первый пункт в системе самоуничтожения замолчать информацию. Я предлагаю людям, чтобы люди знали друг друга, общались, а простой человек, который еще не изучает, информацию себя не выдает, знал бы других, подписался и решил, насколько она важна, нужна ему для этого информация, мог бы ее использовать. Почему? И предложил всем собраться и другим повторять наши действия. То есть собираться, разговаривать. это не значит ломать кого-то через колено, если правда и все. Не в этом состоянии пребывать, а в состоянии, что информация должна иметь выход. Люди ее должны знать. Так что благодарю за внимание, передаю дальше. Это ты хорошо сказал, кстати, идея хорошая. Вот действительно, как-то, если посмотреть YouTube, да, ну, русскоязычный, ну, много популярных каналов, которые, в принципе, ну, занимаются просто популярной чушью какой-то, да, и поэтому, возможно, нам стоит, ну, как-то даже, если мы с чем-то не согласны, в высказываниях, там, вот такие, как мы, альтернативные исследователи разные, да, как-то, может быть, стараться друг друга поддерживать, и в этом, может быть, и есть какой-то смысл хода, в поддержке друг друга нас мало, но, если мы начнем друг друга не конкурировать, а поддерживать, в этом есть большой смысл, и так, задержавшийся Евгений Макаров, всем привет, привет, мы уже, как бы, высказались, так, что тебе слово, представься, и можешь высказать все, что ты думаешь, да, так, а тут у вас, еще задержался, камеры, камеры тут можно включать, конечно, конечно, ну, ладно, сейчас я подключу попозже, ну, в общем, еще раз всем привет, а что надо сказать, что-то я уже, так, ты, ну, как бы, да, ты запоздал, смотри, мы все представились, каждый представился, о чем его канал, и высказал, ну, и ты можешь, так мы начинаем сейчас высказывать свои мысли, ну, как бы, да, раз ты уже будешь говорить, то представься, ну, что ты исследуешь, и о чем твой канал, для зрителей всех каналов, так как мы же все записываем, да, для зрителей всех каналов, о чем твой канал, что ты исследуешь, и какие твои мысли, то есть, все такое, про свой канал, про свои исследования. Ну, зовут меня Евгений Макаров, канал одноименный, так и называется, Евгений Макаров, что-то я не стал мудрить, пока над названием. Изначально, ну, в принципе, направление альтернативная наука, я бы так сказал, не то, что история, а вообще наука, получается, что так, потому что тем обширные, тема одна, как бы, с другой переплетается, и я не могу назвать, что это только альтернативная история, поэтому я исследую все, там, не знаю, археология, история, техника, там, не знаю, там, какие-то электры, ну, в общем, техника прошлого, электричество, там, прошлого, что угодно, не знаю, мегалиты, в общем, то есть сюда, получается, и геология может войти, да, и все, что угодно, поэтому можно назвать так, альтернативная наука, вот, как обычно нас всех называют альтернативные историки, но я думаю, что мы, люди на самом деле намного шире взглядов, поэтому, вот, примерно так, вот об этом мой канал, то есть у меня, как бы, темы разные, любой зритель найдет, я думаю, что по вкусу, все, что ему захочется, это не то, что я так специально делаю, а так получается, все темы, они, так или иначе, перекликаются, переплетаются, и, даже в рамках одного, какого-то видео, например, когда делаешь, невозможно, не затронуть другие темы, поэтому, вот, я вот, в этом направлении и двигаюсь, ну, и чтобы, как бы, не зависать на чем-то одном, да, чтобы, как бы, не залипать, и вот, ну, это само собой, как-то получается, даже не специально, ну, чему я, в общем-то, и рад, что, как бы, интересов много, тем много, и есть, что копать, есть, что исследовать, вот, вкратце, примерно так, о чем мой канал. А можно сразу вопросик, что из последнего, вы считаете, вот, самым таким интересным, что даже для вас является, вот, какой-то последней новостью, вот, поделитесь последним вашим, вот, альтернативным исследованием, какой-то науки, что возмущено из последнего. Я думаю, что Евгения по электричеству именно там идет, сейчас скажи еще. Да, кстати. Да, да, последние новости какие-нибудь. Ну, это хороший вопрос, да, и сразу я хочу поделиться этой радостью такой неожиданной, я не, я сам не ожидал, что вот эта идея, которая зрела где-то год, наверное, про электричество, да, вот, про все эти вещи какие-то, потому что там почитаешь, там посмотришь, например, вот, канал Валерия, да, я вижу Валерий здесь, очень много дал информации, и до сих пор там можно черпать всякие статьи, да, вот, разные блогеры, Live Journal, я вот, просто эта идея зрела, 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 и тут выросла просто, раз, и все, и появился, и пошло, что называется. Поэтому я сейчас почему-то завис на электричестве прошлого, энергетика прошлого, вот я так и назвал свою серию этих видео, их много частей, я думаю, что пока что они не будут оканчиваться, очень много материала, и он постоянно пребывает, что интересно. Поэтому сейчас, вот в данный момент, пятая часть готовлю, энергетика прошлого, надеюсь, будет всем интересно, и мне, и всем, кто этим интересуется. Я считаю, что это одно сейчас из интереснейших тем, почему-то, не знаю почему, конечно, так получается, видимо, люди как тут любят, что-то такое, знаете, что вот мы сейчас, типа сидим все на, оплате электроэнергии, и может быть поэтому люди ищут что-то такое альтернативное, ну, можно сказать, бесплатное даже, может быть на этой волне все происходит. Очень много практиков в интернете, я их тоже много смотрю, которые реальные вещи какие-то делают, показывают, да, ну, я больше гуманитарий, поэтому, как бы, но тоже собираюсь добавлять в видео какие-то небольшие, опыты начинать, там, ну, так, с какой-нибудь микроволновкой, чтобы наглядно показывать, что, что это такое, ну, примерно хотя бы, и вот на данный момент готовится пятая часть энергетика прошлого, дальше будут еще, еще, потому что люди, действительно, которые настоящие специалисты, там, ну, там, электрики, инженеры, они очень много материала присылают, и реально интересные у них вещи, реально стоящие вещи, и вообще исследований, то есть, мысли, просто она, что называется, бурлит у всех, и реально, даже люди, электрики говорят, вот, я раньше не знал, не думал, но вот спасибо, типа, тебе за твои вот эти вот видео, получается, что люди, даже какие-то вещи, хоть они и специалисты, они, видимо, их не могли воспринять сознанием, что такое вообще возможно, например, что радио, да, это еще и электричество, хотя, вот, прямо вот буквально сегодня один из зрителей прислал, говорит, что вот в учебнике физики так и написано, что радиоволна в антенне-приемнике, то есть, в результате этого радиоволны, да, в антенне-приемнике происходит электричество, ну, появляется, почему об этом не афишируются, то ли умалчиваются, то ли не афишируются, и тем не менее, подтверждение приходит этому всему, что данные передаются, электричество, да, и все это вместе, ну, и в интернете много роликов, там, насчет антенн, себе антенн, да, например, при передаче светится лампочка, при высоком напряжении между проводами, там, появляется радио, да, слышно, там, радио, то есть, это все природа одного и того же, я, может быть, немножко путанно говорю, да, потому что много информации, будешь извинить, если я там чего-то не понимаю, чего-то не договариваю, я еще раз повторю, я не технарь, я гуманитарий больше, но, что называется, если заморочиться, то все получится, но пока мне хватает, вот, двигаться в этом направлении, подавать идеи, да, ну, все это показывать, рассказывать, ну, вот так вот. Действительно, я тоже смотрел видео Евгения, да, я скажу, что, да, действительно, я разговаривал с электриком, он тоже смотрит твой канал, он говорит, что не хватает, ну, практики, да, что конкретно, да, ему не хватает, а мне, допустим, я тоже больше гуманитарий, да, и мне все понятно, я понимаю, что, действительно, в древние времена были высокие технологии, намного выше, чем сейчас, и сейчас именно вот эти технологии по электричеству конкретно, они занижены специально, чтобы заставить людей платить высокую плату за электричество, специально нам рассказывают, что электричество там трудно добывается, оно там надо обслуживание по проводам, там все такое, электростанции, да, но в древние времена были технологии получения того же электричества намного проще, и ты очень в правильном направлении копаешь, и вот это, твои сравнения в видео, ну, как бы мне действительно, ну, как бы мне понятно, и очень нравится. Ладно, передаю слово Валерию. Да, кстати, я тоже канал-то открыл именно по этой тематике, что я делал реплики, я их много переделал, там десятки разных, вот, и все они были фейками, то есть я пришел к такому выводу, там и крупные вот эти вот производители вот этих сверхъединичных устройств, и я уже настолько научился видеть эти фейки, что вот смотрю, и сразу знаю, где там, замечаю, где щелкнуло, где что включилось, лампочка загорелась, не так, сразу видно, что фейки, и вот, и вся эта система, вот, все, что в Ютубе мы имеем, это буквально склад фейков, настоящих технологий там нет, ну, я пришел к такому выводу, ну, еще одно открытие я сделал, что ума у меня мало в этой электрике, и самое главное, что мы даже те люди, которые могут переизобрести, то уже раньше, что уже раньше изобретено было, им не дадут это сделать, нужно менять именно, вот этот строй, в котором мы живем, вот только, тогда просто эти все устройства достанут, они уже изготовлены, они уже все есть, но, конечно, искать надо, почему, потому что мы, как бы, создаем прецеденты, и, как бы, меняем общественное мнение, что общество должно востребовать это, ну, заставить, вот эти вот, без топливных технологий ввести в жизнь, вот, ну, это по вот этим, тут у меня еще такая вот мысль, там, по теме, что происходит, вот, с этими, когда меняется вот эта наша материальность, да, ну, в самом деле, я тоже помню, что все карты были с шапками ледяными, и много таких вот этих вещей, и я сейчас еще смотрю, эти карты, они все без ледяных шапок на Северном полюсе, да, действительно, эффект Манделлы такой существует, ну, я так считаю, еще у меня есть такая теория, то есть, из личного опыта, я знаю, как меняется материальность, когда мы на нее воздействуем, мы создаем намерения, есть технологии, мы все-таки бывшие боги кто-то, кто-то будущие боги, ну, кто понимает в ведизме, и мы каждый можем влиять на эту материальность, на нашу окружающую материальность, есть техники, то есть, вот как раз в этом лервоведении, и я даю эти техники, то, что сам вот сумел, там крохи, можно сказать, но бытовые такие вещи на бытовом уровне, мы все можем менять, можем сорта растений выводить другие, то есть, чудеса творятся прямо вообще, шары из глаз, из орбит лезут, короче, вот, и почему меняется эта материальность, у нас, ну, скажем, да, есть, вполне возможно, что у нас, вот эти вот слои материальности, из которых мы качуем туда-сюда, это как по транссерфингу, и еще есть вариант такой, что люди меняют эту материальность, вот мысль потекла массово куда-то, и пошла материальность меняться, и еще самое такое, что на землю прибыли какие-то, ну, реально боги, которые вот один, допустим, бог может менять уже, как бы, всю материальность нашу, например, то есть, вполне возможно, это может быть свидетельством прибытия вот таких, очень могущественных существ, ну, будучи когда-то, может быть, людьми они были, стали богами, там, не знаю, это вот как еще один вариант, но вот в процессе вот этого поиска возникает много разных таких вот догадок, идей, которые не оформляются, потому что они достаточно короткие, вот в таком эфире может быть имеет смысл, откуда взялись азиаты, допустим, на южном полушарии, почему азиаты живут в южном полушарии, грубо говоря, у нас на севере, да, вот мы смотрим многочисленные фотографии, которые 19 века, там, возможно, и раньше нам выдают, как за 19, все это южное полушарие заселено белыми людьми, то есть вот эти вот повсеместные те же самые строения, те же самые брички, те же самые типа статуи Ленина стоят, фонтаны бьют, вот все один в один, вот что у меня в городе, я сегодня ходил по городу и щелкал допотопные здания, ну, хорошее занятие, да, все это знают, ходил вокруг там этих зданий уже перестроенных, там смотрел, ну, там же видно, что где-то спуск идет, где-то там окна туда вниз откопаны, ну, и смотришь, насколько там вот одно здание на 4 метра идет вниз, видно, ну, где-то 3-4 метра, другое, где-то вот полтора-два, так вот, ну, скажем так, занос, и, ну, и вот откуда, почему люди здесь вот, вот после потопа, который произошел исключительно в северном полушарии, ну, так получается, да, есть такая теория, здесь было уничтожено население практически полностью, буквально там какие-то проценты, видимо, остались, и в быту потом они назывались допотопные люди, допотопные у них повадки были и так далее, а всех людей переселили вот этих белых с южного полушария сюда, после потопа, когда уже здесь все образовалось, и когда нужно было восстанавливать это все, все белое население, за исключением редких там в Южной Африке, где-то там в ЮАР осталось, там еще где-то, вот, все оно было переселено сюда, а туда уже заселили гибриды, заранее подготовленные, которые очень спешными, такими темпами начали оплодиться, вот, почему китайцев так много быстро расплодилось, потому что к ним не был применен геноцид, то есть это вот все план глобальных вот этих сил, то есть все это вот составные части библейского проекта, вот, ну, я так вот могу еще пробежаться по этим, но я думаю не буду, я на этом закончу, все это когда-то доберусь до этого времени, все это изложу в роликах, все это увидят, так что вот желаю всем удачи в своих изысканиях, и послушаю следующее, кто у нас. — Да, хорошо подметил, кстати, я поддержу, вот точно 100% старался вспомнить, хоть память у меня вроде не очень, да, но действительно на, когда-то на картах были ледяные шапки белые на всех картах, а сейчас их нету, то есть... — Вот как так? Это невозможно. — Констатирую, констатирую, я помню, что были, помню, что были. И также по, переселению людей у меня немножко другое мнение, что перед вот этими катастрофами, бомбардировками, либо потопами, да, определенные люди были предупреждены заранее, и они заранее уже с этих мест уходили, скрывались, либо, ну, даже я предположу такую совсем как бы для простых людей ненормальную версию, что, может быть, их поднимали на космических кораблях, а потом выпускали, да, с целью захватить территорию, ну, которая ослабла после потопа, и на которой осталось мало людей, уже у них нет ни армии, ни координации, чтобы сопротивляться появлению вот этих новых людей, даже, возможно, эти люди даже были, по моему мнению, они были искусственно-генетически выведены, они их не поднимали даже, они просто их опускали, искусственно-генетически модифицированных людей для захвата территории, и такую мысль, вот смотрите, масонство трактует себя как им, ну, мы знаем, что Ночь Сварага, если поведомо, она уже там 6 тысяч лет, а масонство трактует себя именно 300 лет, именно с 17-го года, 1717-го, да, то есть им 300 лет, и вот задумайтесь просто для зрителя, говорю, и для исследователей, как они себя объявили и до сих пор называют вольные каменщики, а зачем каменщиками надо было себя называть, а может быть потому, что после потопа надо было восстанавливать здания, заодно присваивать их себе, то есть каменщики, и почему вольные, да, то есть до этого, ну, все люди были вольные, и если каменщик, он назывался просто каменщиком, то есть они определили себя как вольные каменщики, подразумевая тем, что остальных каменщиков они сделают невольными, то есть теми, которые будут на них работать, и значок этот архитектора, да, циркуль, то есть это тоже говорит о том, что они, возможно, вот после потопа на восстанавливали эти старые здания просто, которые были, допустим, там первые этажи остались, или второй этаж наполовину, а что здания были снесены, они уже проектировали восстановление здания по-своему, и присваивали эти здания себе, а в принципе за фундамент они использовали старое здание, которое было разрушено, и я еще раз напомню, я вопрос спросил, как по вашему мнению, сколько было потопов, либо катастрофы, в каких годах, передаю слово Олегу, сколько было потопов, но пока в принципе я насчитал два, хотя меня многие критикуют, но это не мое мнение, ни одного, вернее, меня, то есть вкратце, первый потоп произошел вследствие начавшейся войны по отделению от мегадержавы западных областей, это мы знаем под видом Священная Римская империя, воевал там Иван Грозный, Солюбан Великолепный, с Карлом V, центром этой империи, которая Священная Римская пыталась отделиться на других идеологических устоях была Северная Африка, которую мы сейчас видим засыпанную песком и полностью уничтоженную фактически, смысл был отделение элит, второй вот это вот, я не буду сейчас славянские термины приводить, приведу кастовую систему, то есть вторая управленческая каста, которая должна была выбираться, хотела уйти от выборов и создавала такую, так называемую аристократию. То, что на Земле при этом присутствовала какая-то другая управленческая структура в виде, видимо, тех же гигантов, которых было мало, но они управляли напрямую людьми. Ну, смысл, в общем, такой, что хронологические сдвиги всех Ивана Грозного, Бориса Годунова, Сулеймана Великолепного, Карла Пятова, они нас приводят примерно в 1700 год. То есть, война вызвала падение одного из больших объектов, находящихся на орбите, который находился на высокой орбите. То есть, примерно где-то под 80 градусов плоскости эклиптики, его следы хорошо видны. Вот 6-7 следов лежат как раз-таки в области погрешности после его раскола. Этот объект упал достаточно целым. Ну, не целым, а большими частями, был разрушен где-то на подлете. Вызвал глобальную катастрофу. Из огромного количества населения погибло подавляющее большинство. Я против вот этой вот идеи, что выжил кто-то на космических кораблях. Там война была в основном не тех, кто мы сейчас. Война в основном была тех, кто ими управлял. А мы были так. Если обратиться к определенным фильмам, которые доносят, то есть, воевали эльфы с людьми, а мы эти хоббиты и гномы, которые бегали вокруг. Но смысл нет, не в этом. То есть, погибла античная цивилизация, очень развитая, очень серьезная, заселявшая весь мир, населявшая с очень серьезной растительностью, совсем другими характеристиками внешней среды. Последствиями был наклон земной оси, то есть, вот эти вот мегаволны прецессионного движения. Но смысл в том, что межпотопная, то есть, погибла античная цивилизация вот в этот период времени. Почему масонство в 1700 год, 1717? Да, тогда появились определенные группы, которые опять начали воевать друг с другом. Как ни странно, самые целые из частей после потопа осталась Европа. Причем, восточная русская равнина. И вот все в основном события там и развивались друг с другом. Но воевало два клана. Воевал первичный клан, который хотел уйти от той ведической формы управления. Это католики, мы их сейчас знаем. Они управляются рыцарскими орденами. Протестанты управляются масонскими ложами. Причем две основные крупные масонские ложи, которые на верхушке всегда друг друга долбят. Это немцы и англичане. Вот на первом периоде победили немцы. И межпотопная цивилизация это цивилизация, выросшая внутри немецких земель, куда кто-то отложил свои яйца. Кто-то давно говорил, я не буду еврейские темы здесь поднимать, но смысл немножко вот в этом. То есть межпотопной цивилизации яркие представители это Екатерина Вторая. Что случилось дальше? А дальше случилось в середине девятнадцатого века еще одна война. И опять падение чего-то, и опять того-то, того-то. смысл в том, что после этого пришла к власти в мировом движи английская масонская элита. Католики были отодвинуты еще при Наполеоне. То есть рыцари орденов, которые пытались власть эту закрепить по наследству, были тогда уничтожены. И пришел фактически тайный капитал. То есть чем отличаются рыцарские ордена? Они открытые. То есть их всех видно, вот они ходят, аристократия, все вокруг бегают. А протестантская структура, она очень похожая и фактически создавалась понятно кем, она тайная. То есть то, что говорят мировое правительство, еще чего-то, я далек от того, что они себя вообще где-то по телевизору показывают, а этот сериал, который мы видим по ящикам, ничем не отличается новостной от обычных сериалов. Как-то вот так вот складывалось. Теперь немного о всей ситуации. Вот Валерий мне дал оружие в руки в виде лирововедения. Посмотрев на коллектив дружных женщин нашей фирмы, я начал палкой гонять из них хлярв. Пока уйдет успешно. Спасибо, Валерий. Но смысл очень правильный. В моей жизни так получилось, что закончив штурманский факультет, я попал работать в милицию. Проработал там 20 лет с самых низов оперативной работы. И потому, как я всегда говорю, я видел много версий потусторонней жизни в этом мире. И смысл в том, есть много учебников, на ЮФАКе я потом уже это все учил, криминологию, склонности к преступному поведению и все такое. То есть у каждого человека в голове возникает выбор. Человек он мини-бог, воля, воля человека, куда он попадет. И попадая в определенную структуру, почему-то вдруг организован. Вот преступный мир, где вы его не возьмете, он везде организован. Хотя люди друг друга не знают, не подчиняются единым центрам, а выполняют одну и ту же задачу. Одними и теми же способами. Откуда идет управление? Абсолютно верно, что идет управление через инфернальные миры. То есть воля и человек делает выбор. И что получается? Человеческое общество, вот по моему наблюдению, это лично что-то не так говорю, может быть кому-то это не понравится, но человеческое общество, оно гораздо хуже, чем вы думаете. Это чистый слоеный гриб. Я этот пример тоже многократно привожу, то есть слоеный гриб чайный, верхняя часть его всегда плавает над водой, а нижние части всегда под водой стремятся пролезть наверх, ну там на каком-то своем клеточном движении. Возьмите туда, засуньте миксер, взбейте этот слоеный гриб, ну потоп грубо говоря, половина клеток гриба помрет, а то, что останется, сформирует новый слоеный гриб с новым верхним слоем. И это есть человеческое общество, которое неуправляемое определенными структурами, вот теми гигантами, которые бегают вокруг. То есть оно, находясь без присмотра, начинает управляться инфернально. Потом есть очень интересная ситуация вообще по человеческому обществу, был такой академик Поршнев, который создал Сухумское облияние. Может быть, кто-то его читал, кто-то не читал. Вот людей он разделил на два крайних вида. Вообще на четыре разделил. Сейчас попытаюсь объяснить, что вспомню. То есть есть люди, творцы, которые делают, которые, в общем, все, что сделано в мире, сделано ими. Все научные открытия, еще какие-то вещи, и все такое, они называются у него неантропы. Их абсолютное меченство, это прогрессивная часть людей. А следующая крайняя из виду называется у него суперанимал, суперживотные. То есть это те люди, которые, подбегая у тебя, сразу у тебя из рук что-то вырывают и хотят у тебя забрать то, что у тебя есть. Работать они, разумеется, сами не умеют. Но есть промежуточные звенья. Вот суперанималов их тоже не очень-то много, как и неантропов. Но у обоих этих групп есть промежуточные звенья. Как называется у хищников промежуточное звено, я не помню. Но они силой уже не отнимают, а хитростью и размышлением. То есть они рациональны. Рационализм их. Кто их бог, непонятно. Инфернальная структура, управляющая, допустим, системой вот этих вот людей, она не обусловлена. В нее переход может свалиться суперанимала и неантром в принципе. Но смысл в том, почему прогрессивных людей абсолютное меньшинство, потому что вторая часть у этих прогрессивных людей называются диффузники, которые от влияния внешней среды переходят либо в животную стадию, либо в стадию неантропов. То есть если неантропы не управляют человеческим обществом, не организуют диффузников, и все это не организуют, не оттесняют и не выгоняют этих суперанималов, как бывшая ведическая цивилизация, которая просто изгоняла изгоев, общество начинает дохнуть. И вот то общество, которое мы сейчас себе рисуем как прогрессивное, хорошее, до потопа 17-18 веков, как хорошее общество, оно далеко не хорошее. И мы видим следы его разложения, вот я в своем фильме «Пазлы великой тартарии» прям привел пример, как разлагалась это ведическое общество на юге Руси. Кадыкчанский недавно привел пример, как Чингисхан убил отца Ивана, чтобы жениться на его дочери, когда тут не захотел. А отец Иван по всем раскладам получался тот, который управлял реально средой. То есть был отец Иван, был его род, то есть почему-то он оставался на тот момент один, вот из этих больших гигантов, его убивает человек. При этом он возглавляет эту мегадержаву дальше, этот человек, и мегадержава начинает катиться в пропасть. Вот такой процесс по отделению Западной Европы, он же происходил не только в Западной Европе, сейчас вот мы копаем, он происходил абсолютно во всех губерниях. Вот этому Чингисхану подчиняло семь царей. Пока мы их толком всех не установили, но какой-то из царей получается сидел на московском столе, какой-то сидел, допустим, в Африке, и какой-то сидел на границе вот этих желтых. А желтые уже на тот момент оказывается существовали на самом юге, юго-восточной Азии уже существовал анклав желтых, которые начинали плодиться. И в основном то, в принципе, большая война случилась кроме европейской еще и там. То есть мегадержава перед развалом своим воевала практически во всех своих семицарствах. Везде были сепаратистские направления на отделение от ее устройства. То есть направленное для закрепления власти вторым высшим сословием или варной своей власти по наследству. Ну, соответственно, накопление капитала. Прямо в таком жестком виде, как католицизм. Что католицизм вообще представляет из себя? Это идеология, которая разделяет общество не на три варны, не на что-то, а чисто на две. То есть управленцы и те, кто на них работают, крепостные. При феодальном фактически структуре управления. Кстати, вот эта протестантская тема, она немножко прогрессивнее. Она уже за промышленный капитал, все как в принципе в капитале Маркса и было написано. Но вот эта вот тупиковая система католицизма, из которой потом переродился этот, грубо говоря, протестантизм, это все уже последствия ситуации, которая сложилась при развале вот этой вот мега-державы, у которой были тоже свои определенные ситуации, недодумки ее деятельности. Ну, может быть, даже не то, что она не была продумана. как обычно разваливается страна, перестают исполнять законы. Так валился и Советский Союз. Вот наш недавний пример. Просто начали чихать на определенные законы и делать то, что есть. Но люди, они всегда стремятся нарушать законы. Каждый хочет себе как компьютер на игре купить чит, а задача управленческой структуры не давать этого делать, то есть держать в рамках закона опять. И в нашей стране это и сейчас не происходит. То есть у нас есть кому закон писан, кому закон не писан. Так в любом обществе фактически творится в западной формате. Извини, я тебя не останавливаю, я предупреждаю, что другим участникам тоже надо говорить. Я много уже сказал. Ну в принципе я рассказал про два потопа, которые мы нашли. Но промежуточный этап вот этой войны, промежуточный межпотопной цивилизации. Про два, а уточни годы. По моей версии первый потоп произошел со всеми хронологическими звиками примерно в период с 1690 по 1710 год. Вот этот период 10 лет, 20 лет. Второй потоп мы нашли практически точно. это 41-49 год 19 века. 1841 да? 41-49 и самый пик его, война пошла в 41-м, вот самый пик когда упало небесное тело опять сбитое, это или 1842 45 или 1843 46 то есть три года валилось все сверху. Я с тобой полностью согласен на счет 1690 и 1710 я пришел вот ровно к этим же датам. Ровно к этим же да? И на счет 1841 1849 я тоже согласен, но могу предположить может быть чуть-чуть позже, а может быть и в это время, да? Только я предполагаю, что был еще третий, который был между ними. нет, раньше раньше 1700 то есть на 100 или 200 лет раньше. Не на 200, мы к нему тоже подошли уже, Володь, пока туда лезли, там такой ужас, вот сейчас когда туда залезли, там такой ужас, это вообще не пером описать, не в сказке сказать. Пока мы его отставляем, но он не за 200 лет произошел, он практически тогда все почистил, то есть смотрите какая вещь, вот эти все Питер, вот эти все, как его называть, строения античные, они успели быть построенными после того потопа и до следующего, ну в смысле до потопа 17-18 веков цивилизация возродилась и составляла несколько десятков миллиардов, то есть тут надо задавать с того вопроса, что тот старый потоп предыдущий привел опять всех первобытно общинный строй и цивилизация успела развиться до многолюдности и фактически опять до своего пика, период времени гораздо выше, там есть еще определенные поправки на время, пока сказать тяжело, но надо предполагать, что за вот этот период времени цивилизация успела развиться от нуля и до этих античных зданий застроив весь мир. Тем более да, что вот если так я изучал даже недавнее время я пришел к тому не только это в ведах сказано, но вообще я опрашивал стариков, что в деревнях было по 8-9 детей, по 5 детей, то есть возрождение цивилизации происходило очень быстро, с учетом того, что у нас сейчас детей 0, 1, 1, 3, у меня бабушка была 16-й в семье, моя бабушка была в Сибири, вот про что я говорю, но при этом есть формула Столыпина, что через каждые 20 лет население удваивается, почему-то нас это совершенно не касается, а вот китайцев на момент начала 20-го века было всего 200 миллионов, нас было почти 300, в результате у китайцев вот эта формула Столыпина сработала четко каждый лет 20 лет в 2 раза, вот их больше миллиарда, а мы фактически остались, если всего русского мира опять взять 200-300 миллионов, вот мы в таком соотношении и крутимся, хотя если сказать, что у китайцев не было геноцида, да куда же, вспомните, сейчас получается вопрос, что их погибло во вторую мировую войну не меньше, чем нас, их там тоже японцы хорошо подолбали, и долбали они их достаточно жестко китайцы, хотя сами японцы это реальная смесь, вот как процесс происходил четко в Японии, там жили такие же белые люди айны, вот японцы сейчас ходящие своих кимоно, уберите японские лица, поставьте русские лица, вот это вот прошлая цивилизация Японии, ну такая региональная цивилизация этого островка, что произошло, опять хотели выделиться, уйти от выбора второе высшее сословие, прибегавшие китайцы послужили здесь шакалами из Маугли, и фактически определенная опять управленческая группа тех ведических японцев решила добить своих стариков, волхвов, и пойти по пути закрепления, ну соответственно смешалась с китайцами, потому что те несли свою вот эту вот, китайцы вообще свою культуру такую вот интересную несли по всем границам той мегадержавы со своим порабощением с двумя основными прослойками общества, рабовладельцами и рабами. Да, Олег, я с тобой, кстати, согласен по поводу Японии, действительно, я тоже изучал, и действительно так было, что там жили белые люди, а и как бы даже китайцы когда-то жили за китайской стеной, а теперь где они живут? Китайская стена посередине Китая. Ладно, чтобы всем участникам передаю слово Денису. Денис, ты здесь. Да, всем здравия. Ну, мне остается только прокомментировать, потому что не хочу даже что-то подобное еще кидать в мыслеформу, хочется просто прокомментировать, иначе вообще будет завал тем. На самом деле я очень рад, действительно приятно в таком дружеском коллективе находиться, это чувствуется, наверное, энергетически, сейчас это модно говорить, потому что понятно, что мы все на одной волне, мы понимаем, что нас лишили определенной информации, мы каждый копаем, и самое главное, нам нужно дополнять друг друга в той или иной области, в которой откуда-либо мы имеем какую-то информацию. Так вот, я хочу дополнить, например, у Виктора, который начал озвучить по поводу инсинуации, когда озвучил империя, империя Перуна, ну, в моем понимании империя и там император, да, это империя Тора, например, поэтому тут можно только по поводу расшифровки уходить в полемики, потому что я считаю, что как первым императором у нас провозглашен Петр Первый, я считаю, именно тогда официально империя Торы стала нами править, и вот данная книга стала во главе и такой конституции негласной, наверное, в процессе оккупации Руси. Что еще по поводу в голове ума, такого мыслеуловителя, здесь хочу дополнить свое понимание, что, да, нас лишили технологии, у нас нами утеряны технологии подключения к информационному полю человечества. У кого-то действительно бывают такие инсайды, ну, яркий, например, таблица Менделеева, он рассказывает, что вот там долго думал и так далее, и вот она ему приснилась. Это как просто яркий исторический, я считаю, показатель того, что, так сказать, у кого-то бывает инсайды, у кого-то бывает подключение к информационному полю, из которого он черпает ответ на свой мучащий его вопрос, бывает такое, ну, в качестве исключения, поэтому я тоже согласен, что да, у нас в башке, так сказать, мысли уловитель, да, и те персонажи, которые там нам, там, так скажете, Лярв понасадили и различных других эгрегоров энергетических, они понимали прекрасно, что у нас нужно деградировать таким способом, и мы вот находимся вот в состоянии такого разрозненного и раздирающего нас во все, так сказать, части такого мыслительного, я не знаю, мыслительной бомбардировки, наверное, да, поэтому вот этих всех, всех этих вот операторов сознания нужно, конечно, сначала уничтожать, чистить и выявлять, так сказать, политик контору, этих всех вот псиопов, так скажем, негодников, вот, и восстанавливать действительно технологии, подключения к информационному полю человечества всего. Я за это, и считаю, тоже нужно в дальнейшем двигать эту тему. Что еще? По поводу чакр, тоже согласен, прекрасно, вот, замечательно, то же самое, Виктор озвучил, что мы должны запустить чакры на уровне головы, согласен, как минимум, там еще одна есть верхняя чакра, дальше подключается. Как минимум, если мы каждый у себя подключим чакру уровня головы, то, я думаю, мы шагнем просто, в разы, в разы, в развитии человечества. Я считаю, что каждый, даже просто на определенной своей территории, хотя бы в области, в районе, хотя бы один человек, я считаю, подобный уровень развития работы чакры его, вот это же, уровня шишковидной железы, если он действительно разовьет, и сможет и пользоваться этими знаниями, этим уровнем, то, я считаю, мы увидим и не то, что сейчас вы видите, я уверен, каждый наблюдает такое развитие и, так сказать, изобличение лживой системы, в принципе, чем мы с вами все на самом деле друг с другом собрались и являемся, я считаю, показатель того, что, так сказать, мы с вами рушим вот эту ложь, каждый, так сказать, на своем поле информационном, на своем пути. По масонам хочется добавить, считаю, что масоны это просто инструмент оккупации, это инструмент, так сказать, вербовки местной элиты для разрушения и оккупации страны, на самом деле. А на самом деле хочется еще добавить, так сказать, об истоках, об истоках тайных обществ. На самом деле истоками являются прообраз, точнее, истоками, самый первый прецедентом тайного общества это является Союз Девяти. Мне хочется просто вам напомнить, что прецедентом так скажем историческим летописным это является создание союза 9 это организации ведущий непрерывно мониторных научно-исследовательской деятельности в мире с целью препятствия разработки внедрению изобретений способно привести к уничтожению человечества ну это такая как бы их прикрытие я считаю на самом деле тут именно не что делают они изымают различные наработки человечества там начиная с уничтожения просто изобретателей для того чтобы конечно же не дать нам развиваться потому все равно так или иначе очень много исследований мысль там тут же тесла и так далее вот в дополнение то есть это это тайное общество она была создана после великой битвы на поле курум кукукшетра который по свидетельству махабхараты применялось оружие богов в кавычках поражающим эффекту сходное современными ядерными таскать химическими оружиями и вот якобы после вот этого эффекта поражение таскать и так сказать остатков и мучаешься у таскать остатков так сказать побежденного побежденной армии значит императора ашоки в 2073 году то есть третьем веке до нашей эры он якобы так сказать дал отмашку о том что нужно собирать и изымать у народа так сказать планеты вот эти эти знания потому что мы уже так сказать деградировали настолько что мы начинаем просто как он посчитал просто уничтожать себя немыслимо и с поражающим как бы и масштабом и эффектом и жестокостью вот как бы это что касается тайных обществ хочется подчеркнуть по поводу того что у нас стали стираться таскать шапки до на ну не знаю не знаю все это эффект мандела я считаю это все какая-то какой-то миф да я тоже помню школе что добыли эти шапки сказать белые с севера с юга основы показывали школе ну я не считаю что именно этот показатель является каким-то прям процессом доказательств являющим доказательство что вот происходит какое-то какое-то затирание не знаю чувствует какой-то фейк не вижу что что от этого какой эффект что мы от этого знаний можем получить ну пока что у меня все наверно дальше не буду улыбляться вот такие дополнениями передаю слово но по эффектам анделы то что это я имел ввиду схожесть расхождение схожесть параллельных миров вместе то есть в одном мире не было эти шапок другом были да и когда они сошлись тот мир где их не было как бы он более присутствует по поводу петра первого ты заметил да кстати заметьте петр первый это я как бы давно знал просто не придавал этому значения еще и что он не строил санкт-петербург говорится раскапывал его и по поводу еще времен петра первого что стал водиться там как бы высшем обществе заметьте другой язык там французский какой-то и эти ребята пришли в париках и в лосинах что тоже как бы не соответствие нашей традиции а даже сейчас это вот выйдя на улицу в белом парике и в лосинах это сразу поймут кто ты тогда можно тебе поправку дам надо ты знаешь кто русскими дворянами были 20 тысяч беглых с из франции гугенотов которых принял курфюр из бранденбурга вот эти товарищи составили все русское дворянство у меня есть фильм да посмотри посмотри вот там я вы интересны такой противоречивый про петра первого я туда и и забил у меня петр первый кто же он 4 серии пришлось сделать что его никто не подменял а он сын курфюрста ганновера и он правил санкт-петербургом находившийся в кронштадте а питер только из-под воды освобождался а не входила в состав его империи и только екатерина начала ее расширять и вот мне тоже там весь фильм битвы за чернозем когда она в черноземную полосу произошла почему я предполагаю об еще одной катастрофе или войне в межпотопный период то есть чернозем то начали после потопа восстанавливать его весь мыло а он реально искусственный и пошли полосой по 50 параллели но в один прекрасный момент это все в межпотопный период происходит почему-то они это делать перестали а туда поперлась екатерина и что-то здесь с пугачевым завязано ну да тут много чего сего давай будем другим участникам тоже я просто подсказал ладно давайте по второму кругу тогда только должны и подолгу высказываемся так как ну по ну там до пяти минут как бы алексей орлов ты здесь еще с нами я с вами друзья всех внимание я слушаю что сказать да конечно есть я свободная как бы всегда есть что сказать вопрос по какому поводу повод мы всегда найдем так я слушал вас долго и в общем то понял что все сводится не к тому что мы находим а к тому для кого мы это находим основная проблема всех наших современных жителей и тех которые жили до нас это невежество элементарное базовое невежество вместо того чтобы здесь быть хозяевами на земле наследниками великомудрых предков богов а мы здесь говорили уже многие из нас вернее говорили о том что у нас не только физическое тело есть что-то другое более важное так вот для того чтобы вот это более важно отключить и нас превратить в каких-то там смердов рабов которые здесь будут себя уничтожать и вот как игрушечные персонажи на мониторах кого-то свыше как мухи на стекле выпендриваться и долбить друг друга на радость этим игрокам вот нас долго опускали вниз кого-то на уровень смердов кого-то на уровне нежитей и у меня ко всем нашим участникам вопрос ну как бы так не совсем даже вопрос а такой посыл может быть он будет как вопрос воспринят как вы думаете вот вообще мы все трудимся для чего просто что-либо отыскать что-либо кому-то дать очередном очередную какую-то находку бандерлогом показать один показывает вот эту находку бандерлогы кричат вау-вау-вау здорово красиво и жрут дальше бананы запивают кем-то пойлом другой показывать другую находку и бандерлоги опять хлопают в ладошки и топают лапками вау-вау здорово и опять продолжают жрать бананы и запивать кем-то пойлом третьим придет теплое Пятое, десятое, что изменится Для чего мы здесь трудимся Просто ради того, чтобы что-то найти Что-то рассказать и позабавить кого-то Или все-таки Мы помним о том, что Человек должен стать человеком Мы все-таки помним о том Что просто так здесь никого не смывает А смывает только тогда Когда мы опускаемся До уровня навоза До уровня фекалий, которые в очередной раз Надо смыть куда-то Вот давайте просто Поразмышляем Все наши рассуждения Помыслы Они в конечном итоге для чего И на кого они рассчитаны Ну тут что можно сказать Я два слова скажу Еще В ответ на Алексея Я просто хочу Сразу Алексей Сейчас очень важную вещь сказал Что цикличность процессов И Искусственный человек Это такая ситуация Похожа на идеологическую Я не буду говорить диверсию Это от невежества Или от недопонимания получается Если человек Знает, что его через 20 лет опять смоют Что он будет делать? Наслаждаться жизнью как можно быстрее Даже если это чувство У него будет сидеть подсознательно То есть чувство конца От него независующее Оно в основном и Возбуждает эти инфернальные миры Которые начинают говорить человеку А что ты сегодня так вот живешь? Давай вот рви Все равно все умрете Потому вот я все-таки думаю о том Что надо с цикличностью процессов Как-то поставить этот вопрос Четко Нельзя людям Давать то, что Необратимость последствий Что от них ничего не зависит И они все равно сдохнут Ну вот мое просто замечание Я подчеркнул Алексея посыл Что смывает именно Тогда, когда доходит до ручки Я еще на вопрос Алексея Тогда кратко скажу Что Ну свое мнение Я думаю, что Если мы будем говорить Только о духовном развитии То популярность Среди бандерлогов Мы не наберем А среди этих бандерлогов В принципе Просто есть люди спящие Которые еще не натолкнулись На правильную информацию И дело в том Что ими рулят Телевизор Средства массовой информации Популярные каналы Потому что их много Они перебивают нас У них большая аудитория Если мы сможем Взять за счет популярности Какой-то Вот чтобы они похлопали Что мы раскопали Новую сенсацию Набрать большую популярность А мы же в перемешку Говорим и о правильных Очень вещах Да И Вот Надо действовать Двухсторонне То есть не только Говорить о развитии Правильных вещах А также о какой-то Популярности Сенсациях Чтобы В конечном счете Больше была аудитория И больше было возможности У просыпающегося человека Наткнуться на Действительно нормальные знания Да Но я не говорил о том Что мы должны уйти Я спросил На кого и для чего То есть Задача наша какая На что мы ориентируемся Опять все по поршню Ведь смотри Здесь все очень Ну да Я с тобой согласен Олег Ведь смотри Мы можем показывать фокус Просто ради забавы А можем показывать фокус И при этом еще что-либо Рассказывать Мы можем рассказывать О каком-то потопе Просто ради забавы Тешить Например Свою значимость А то мы вот такие Крутые изыскатели Мы можем говорить О чем-то Вообще Любом О полетах на Луну Или наоборот Прилете Луны к нам Опять же Только исходя Из того Что мы будем Тешить свою значимость А можем об этом Рассказывать И заставлять людей Думать То есть Выгонять Бандерлогов Из головы У тех Кто нас слушает И смотрит Но ни в коей мере Я не говорил о том Что мы должны Все сейчас сесть И сказать Бандерлоги дорогие Давайте мы сейчас С вами начнем Медитировать Алексей Сейчас секундочку Еще дополнение Буквально секундочку Алексей И потом передам У меня просто тоже Ответ Как бы готов На твой вопрос А вообще Для чего мы здесь И как бы пыжимся Так скажем Да Просто ли потешить Своё ЧСВ И так далее Я считаю Как раз уровень Один из уровень Развития своего Своей личности Да Нас просто будет Разрывать Как сказать На части Если мы не будем Делиться с информацией До которой Мы сами докопались То есть Я считаю Что один из уровень Твоего развития Так сказать И так как человек Является социальным Существом То именно Социум В котором он находится Он обязан Социумом поделиться Как бы Своим развитием То чем он докопался Вот если мы опять Возвращаемся К той же информации Что существует Как бы информационное Человеческое поле Которое накапливает Знания всего человечества То ты должен Я считаю Излить Так сказать В аналитическое Так сказать Пространство Информацию И выводы Полученные тобой По аналитике И по Так сказать Прожитию Определенного периода Времени Вот ты так скажем Изливаешь эту информацию В это медильное Так скажем Пространство Через интернет Или так просто Друзей собрал Неважно Но ты донес Излил Озвучил Свои мысли И пошел дальше Так вот Я считаю Что это как раз Показатель нас Мы дошли Такого уровня Что мы Хотим просвещать Мы просвещаем Себя И просвещаем Окружающим Мы не доминируем Не ради доминации Идет цель Потому что доминируют Вот именно Эти низкоэнергетические Уровни развития Если мы по варным Там говорим Наша задача Это дальше Идти Вот если мы Опять возвращаемся Так сказать К варным Да То дальше Идти Так скажем До человека Да Даже там До людины До веса До человека До витязя Ну и дальше И вот там До аза Там ведуна Поэтому Я считаю Что дальше Естественно Ты уже не будешь Так сказать Жить ценностями Возможно Даже просто Там семейными Да И замыкаться В ценностях Своей семьи Своего там Рода А дальше Ты уже просто Другим взглядом Смотришь На происходящее Да Ты уже Смотришь С точки зрения Там своего народа Да Ты уже так Оцениваешь Происходящее У тебя взгляд И ракурс Совсем уже другой Поэтому Не важно Я считаю Что будет уже С тобой Как с личностью Которая озвучивает Какие-то темы За какие За озвучивания Которых Пугают Чем-то Очень страшным Там И пакет яровой Там у всех Наверное Снится Перед глазами Висит Такое Или на голове У нее Возникает Но повторюсь Меня лично Ничего не останавливает Потому что Как некоторые говорят Меня разорвет Если я не буду Это изливать в сеть Вот вкратце все Передаю слово Да Я понял Благодарю Я как раз и говорил Про то У нас сейчас Изливающих в сеть Огромное количество Коих просто разрывает От всяких идей Смотришь Какой-нибудь канал На котором Вообще Пустышка полная Вот как сеть Человек сосет конфетку Миллион просмотров А на другом канале Где не просто рассказывают А еще и показывают Где есть какое-то Осмышление Осмысление чего-то То там просмотров Например Там тысяча Хотя И то и другое Изливалось Вот так же Вот потому что Это нужно было показать Но тот Который конфетку Показывает Как сосед Какая-то девушка Он набирает миллион Но там нет ничего Абсолютно за этим Он это выложил Потому что Его распирало И нужно было Это показать И тот Который показал Например О потопе О войне 812 года Или еще о чем-то Там просмотров меньше Вопрос в том Какой посыл Мы даем Что мы хотим Донести До кого мы хотим Донести Мы хотим Бандерлогов Поразвлечь Или все-таки В своих Каких-то Фильмах Изысканиях Интервью Передачах Мы что-то Вкладываем Внутрь Вот еще раз Уточняю Не просто Потому что Нас распирает Надо что-то делать Хотя Многие Начали А именно Зачем Для чего Да Конечно Можно Да Ну я Кратко скажу Потому что Другим тут тоже Другие тоже Долго уже не говорили Какой посыл Значит Во-первых Давайте Немножко Издалека Начнем Если я Не буду Это делать То Меня действительно Будет Разрывать На части Зачем Мне Одному Столько Информации Которая Сейчас На всех На многих Людей Просыпающихся Льется Поток Ее раньше Действительно Не было Это первое То есть Я Как бы И сам Нахожусь В этом потоке Я сам Осовершенствуюсь Я узнаю Много Много Всего А так Как мы Все Индивидуальные То есть У нас У всех Есть таланты Поэтому Эти таланты Мы применяем И в этом Деле тоже Я замечаю Что Например О потопе Много Много Людей Стали снимать В Торжок Куда-то Поехали В Омске В Томске Еще где-то Они снимают Снимают И выкладывают И у всех Что-то свое Это уже Хорошо Это уже Получается Смысл В чем Пазл Потихоньку Складывается Это уже Имеет смысл А не просто Развлечение В Три Значит Это во-вторых В-третьих Люди Которые Смотрят Я реально Стал замечать Что они Вот Ну не только Просыпаются Они начинают Действовать И в этом Направлении И Ну как-то Что называется Распространение Какой-то Общей Ауры Такой Энергии Или что это Общей идеей Это уже Тоже хорошо Если мы Имеем знания Мы имеем силу Это уже Тоже Цель Которая В принципе Уже Не то что Требует Достижения Она уже Достигнута А развлечение Ну развлечение Как Как к этому Подходить Если человек Испытывает Какое-то Эстетическое Наслаждение Или удовлетворение Как это Назвать Развлекухой Или все-таки Некой пользой Для души Для ума Для сердца Я думаю Что и в этом Есть польза Отчасти Может быть Не совсем Потому что В этом тоже Можно углубиться И уйти не туда Немножко Поэтому я считаю Что Развлекуха Например Да Как вот Алексей сказал Конфетку Там девушка сосет Или как Очень многие Блогеры Там снимают Стримы Как они там Дурачатся Как они там Прыгают Как они там В игры играют У них миллионы Просмотров Да У них Миллионы Подписок И так далее Потому что Люди В основном Любят Хлеба И зрелищ Ну Ради Развлекухи Пить Поесть Посмотреть И упасть Спать Все Поэтому Это большинство Просмотров Большинство Именно Популярности Будет Больше Именно у них А не у нас Потому что Заставить себя Думать Или поверить Во что-то Это гораздо Сложнее Нежели Просто Посмотреть Как там Стреляют Из пистолетика И попадают Другого Такого Что называется Как они Отжались Как они Подтягивались Как они Попрыгали Это же проще Тут думать Не надо Просто берешь Готовый продукт Смотришь И ты Наслаждаешься Все Твоя душа Как бы Наелась Чем-то И все И даже По себе Замечаешь Что Долго Заниматься Чем-то Это тяжело Нужен отдых Для разума Для ума Невозможно Долго В этом находиться Поэтому еще раз Повторяю Посыл мы даем Хороший Люди Начинают думать Люди Просыпаются Я реально говорю Людей очень много Становится Они просто Благодарят Спасибо тебе Не то что Знаешь Начинаешь себя Каким-то учителем Ощущать А именно Чувствуешь Что ты полезен Ты приносишь Пользу Ты приносишь Ты вносишь Свой вклад Причем Такой весомый Поэтому я считаю Это мы делаем Очень нужное дело Это не развлекуха Хотя и развлекуха Тоже для кого-то Кому-то интересно Посмотреть Как там Храмы показывают Как заброшки Показывают Как показывают Какие-то развалины Древние Это тоже интересно Своего Своеобразная Развлекуха Я все Закончил Давайте Следующий Давайте Я еще Поэтому скажу Что Может быть Ну не то чтобы Нам надо у них учиться Но просто нам самим Задуматься Если мы хотим Протолкнуть в общество Знания Полезные Да То может быть Стоит их подавать В красивой обвертке Вот в формате Как бы развлекухи Да Чтобы больше аудиторию Затронуть Те же Ну кто сейчас спит Они могут Начинать задумываться Он купился Думал что тут интересно Будет Что тут развлечение Да А послушал знания И начинает задумываться То есть вот так и есть Пробуждение людей То есть нам надо Задумываться Чтобы и знания давать И в красивой обверточке Чтобы люди куплялись И давайте Так как нас много А стрим идет уже два часа Говорим Каждый не больше трех минут Я передаю слово Профессору Александру Так По поводу того Зачем все это делать В принципе Кого-то заставить развиваться Пробудить Мне кажется нереально Человек каждый сам решает Он делает выбор В какую сторону двигаться Деградировать Или развиваться И зачем ему это нужно Он тоже сам решает Я со своей стороны Вижу это так Ты прокачиваешь себя Растешь Увеличиваешь свою меру понимания Исследуешь какую-то область реальности Ловишь инсайды Логически что-то осмысливаешь И потом этими вещами Делишься с другими То есть через личный пример Ты прокачиваешь себя Другие видят что Да У тебя что-то получается Они Соблазняются этим И тоже думают что Хм Возможно это интересный путь И дальше Потом ты приходишь К пониманию того Что один ты не успеешь В принципе Погрызть все области реальности Так как их очень много И нужна команда единомышленников Которая тоже будет развиваться И здесь на первый план Выходит то что У информации есть Очень важная характеристика Это ее достоверность Вот насколько ты доверяешь Источнику Который эту информацию выдает Веришь ли этому человеку Если да То вы вместе можете Дополнить друг друга Ты изучил одну область Он другую Еще один третью Вы вместе сложили эти куски И эти пазлы сходятся Ты начинаешь видеть картину лучше В общем-то на своем канале Я этим и занимаюсь Складываю свой пазл реальности И мне кажется Достаточно успешно Это все происходит И приятно вас послушать Было здесь Это настолько многообразно Что все мы для нее важны И нужны Что бы мы ни производили Хоть бы просто развлекательный контент Который кстати тоже очень нужен Потому что Алексей вспомни про Варны То же самое Варна ты содержит Более простых людей А не профессоров Жрецов и воинов Которых всего-то 20% И нужно будить простых людей Намного проще Действительно надо Уходить в более простой контент И я думаю Когда-то в результате Появятся и другие Наши же люди Которые будут Людям просто Показать Весело и просто Для того Чтоб люди нас понимали Например В отношении меня Когда я общался Раньше С людьми У которого есть Большой опыт жизни Они там Руководители Как и я был Но когда я им Рассказывал элементарные вещи Они мне отвечали Я извиняюсь Хрен поймешь Но классно Меня это не устраивало Потому что Если так говорят люди У которых Как говорится Я считаю Высокообразованные Которые имеют Много знаний Опыта Но они меня не понимают Мне нужно становиться Проще Мне нужно стараться Информацию доказывать Проще Проще Чтобы мы были Услышаны Действительно Людьми Чтобы возник тот эффект Сотой обезьяны Хоть и название Не самое культурное Но сам факт Что ученые отметили Если грубо говоря Есть одна группа Связанная генетически И в этой группе Десять научились Делать что-то новое Потом у этих десятерых Научились сто И эти сто Которые научились В одном даже месте Земли Они активируют Всю остальную группу Пусть это будет Миллион или сто миллионов Все особи Этой группы Начинают Обладевать Этими знаниями И иметь доступ К энергоинформационному Полю земли Поэтому Мы Я надеюсь Делаем этот эффект Каждый на своем поприще Каждый Кто Изучит Лервоведение Кому Атмосферное Электричество То есть Система настолько Многообразная Она настолько Связана Эти знания Были закрыты Напоминаю Тоже Из-за того Что люди Находились Именно во времени Деградации В том то и дело Что нам нужны Универсальные ответы Которые легко И просто проверить Потому что Обращаясь в прошлое Мы попадаем В период Деградации И там Опять же Есть знания Но они утеряны Смазаны Размыты И как правильно Многие заметили Все эти знания Привели к тому Что погибали Эти цивилизации Они не выдерживали Их испытаний Поэтому мы не можем Основываться На информации Которая Ты еще Три тысячи лет Ты Десять тысяч лет Потому что там Идет гибель Самоуничтожение Мы должны взять Из прошлого Самое лучшее Применить это К нашему времени Именно к нашему Не надеясь Там построить То что было Тысяча лет назад А берем лучшее Вспоминаем Что было в прошлом Берем лучшее Для того Чтобы не было Этого самоуничтожения Даем людям На разных уровнях На разных языках Разными подходами И тем самым Мы охватим Максимум системы И люди сами Уже за нами Потянутся И не только за нами За теми Кто изучает Но и за теми Кто применяет Вот я вам Хочу показать Маленький такой Как говорится Пример Я всего два дня назад Выпустил видео Где нашел Долину пирамид Долину пирамид И как я запустил Людей в действие Во-первых Про потопы Посмотрите Это карьер из Венгрии Вы видите Экран мой Видно Это карьер из Венгрии Там на глубине 60 метров Нашли Черноземы деревья И тут 6 слоев Примерных потопов Я изучал Например Три А при чем тут люди А потому что Я выпустил видео Про долину пирамид И люди Слют из этой долины Уже фотографии Вот эта пирамида Люди включаются В процесс Начинают потихоньку Работать Соображать Я даже не дал Координаты Специально разбил На два видео А если можешь По твоему мнению Даты потопов На твое мнение Я тогда спросил Ты так не ответил Дело в том Трех Я как минимум Знаю три потопа Я до 19 века Не дошел Я нашел данные Подтверждающие потопы 111 тысяч лет назад По ведам 114 тысяч лет назад По науке 13 тысяч лет И по науке И по ведам Середина 17 века Потому что Вот эта долина пирамид Перестала существовать В 17 веке на картах А сейчас Это Чукотский Автономный округ России И мы потихоньку Вспоминаем Вот эта воронка 12 километров Диаметр этого озера Невозможно Его не заметить С космоса Было применено Энергетическое оружие По моей реконструкции Уничтожили Древнюю энергетическую систему Произошло смещение Полюса И потоп И скорее всего Утопилась и до ария Откуда столько воды И песка И глины Пошло на нас Да Но погибло-то это все Не просто так Я не показал Эту воронку В 12 километров Это 200 мегатонн Наверное Нужно было бомбу сбросить Чтобы это жахнуло Так Чтобы уничтожили Эти пирамид Они повреждены Воронка здесь Огромная осталась Уничтожена была Не только прошлая цивилизация А основа ее Энергетики И когда мы будем Вспоминать сейчас Тоже надо иметь ввиду Чтобы не подставляться Потому что такая же воронка На Гренландии До 13 тысяч лет назад Погибла другая цивилизация Я к тому что нужно людей включать На разных уровнях И вот чем мы заняты А то что я например Больше всего нашел ответов В природе и в народной культуре Да Она действительно для нас Культура родная И нам не хватает культуры Ура это Света Победа света Поэтому мы должны научиться Применять светлые Чистые знания Делиться с ними людьми На всех уровнях От базового И не только Со своими людьми Но в итоге с миром Наша задача На своем примере Показать здравомыслие Правильное отношение К природе Чтобы на нашем Люди начали Повторять как мы Делай как я Потому что у них Это получается И так объединить Весь мир На основе здравомыслия И на разных уровнях Так что Благодарю за внимание И по поводу того Что Ну как бы Хорошо Что мы вообще Собираемся вместе Что мы объединяемся Что мы ищем Ну общее Общее понимание В исследованиях Я выскажу Чуть свое По поводу того Что не брать Примеры с древних Там просто есть Еще смена эпох Как бы вот Есть день Есть ночь Есть зима Есть лето И также есть большие циклы Да Когда По идее Людей нельзя Засчитать виноватыми Что они там Деградировали То что их традиция Там неправильная А то что Просто такой период И это как Неизбежность То есть Ничего нельзя сделать Сейчас Смена эпох На светлую Слава Богам пошла Как бы И мы вот Уже начинаем думать Начинаем размышлять Изучать Собираться Передаю слово Валерию Да Значит Как вот сегодня Виктор Максименков Сказал Оптимист Это который Говорит Может ли быть Еще хуже Ну Пессимист Говорит Не может А оптимист Говорит Может Если так Трезво Посмотреть На то Что происходило С нашей цивилизацией Ну Скажем так Последние сотни лет То Россия Вот как говорят сейчас Россия Всегда побеждает Да Это на самом деле Утка На самом деле Мы Почему-то Всегда проигрываем Даже Великой Отечественной войне По-моему Победа досталась Тоже не нам Вот я Такой Оптимист Поэтому Вполне Возможно Может так Стать Что В ближайшее Время И нас Зачистят Точно Так же Но Какой Смысл Вот в этом Всем Чем мы Занимаемся Ну Смысл Вообще Единственный Смысл Жизни Единственное С чего Потом Истекает Вообще Все Это Эволюция То есть Наша Личная Эволюция Неважно В какой Системе Находимся В какой Ситуации На грани Жизни И смерти Мы Любую Ситуацию Используем Для эволюционирования Для скачка В будущее Ну Становясь Если у нас Божественного пути развития Цивилизация Ну Скажем так Мы принадлежим Божественному пути развития То Мы В перспективе Станем богами В результате Эволюции А вот Бандерлогов Обижать Тоже не надо Почему Потому что У них Своя эволюция Они тоже же Эволюционируют Просто На пути Демонического Развития Вот так Вот Единственное Кто не эволюционирует Это вот Такие люди Как бомжи Там все прочее Они отказываются От эволюции Они уходят Скажем так В животный мир Уходят Так В обезьяны Вот Поэтому Три минуты Кончил Главное В жизни Эволюции И то Ради чего Мы занимаемся То что мы Что-то творим Это просто Вот мы делаем Свою эволюцию Вот и все Может быть Сейчас без регулировки Кто следующий Просто две-три минуты Кто желающий Сказать Давайте я Немножко добавлю По поводу Потопов Сколько их было Да Ну то что В девятнадцатом веке Это Благодаря Алексею Кунгуру Да Я вот кстати Говоря с него Получил Искру Запал Насмотрелся Его Других каких Скляров И вот Через год У меня Что называется Началось Понесло Меня И поэтому Я его идею Поддерживаю В плане того Что Ну слишком уж Много уже Показано Доказано Слишком много Доказательств И сам я их Нахожу до сих пор Это Получается Третье По счету Я не знаю Сколько их было До этого И какой Датировки Придерживаться Но Если Придерживаться Староверов То есть Ведической Цивилизации Которые Они Они же ведут Отчет От Как бы Вглубь Не из глубины Веков Сюда А наоборот По родам Вглубь Получается Что Там и боги И их Их слуги Значит Второй потоп Это Средневеков Средневеков Люди Люди Сколько Сколько Я хочу Сказать Что Нам неизвестно Сколько Было Этих Потопов Я думаю Что их Было Даже И больше А по Моим Мыслям Таким Я предполагаю Что Вообще Человечество Вот так Вот Тихо Ну Сокращали Да Так скажем Не то Что целиком Уничтожали А вот Как вот В матрице Описано Да Обнуление Ну Примерно 100 150 Раз В 100 150 лет Как раз Это соотносится С Допустим С тем же 19 веком Да Это же Когда было Ну Совершенно Ну Буквально Недавно По Вечным Таким Меркам Да А потоп Второй Или там Третий Вернее Допустим Первый был 13 тысяч лет назад Да Второй Где-то До 17 Вернее 17 век Или Или 18 Я Почему-то Так думаю Как раз Оттуда Вот Эти города Да Оставшиеся Каменные Или Их Остатки Этих городов Уже на них Построили Другие Питер Откопали Которому Не 300 лет А Я думаю Уж лет Тысяч Это точно Ну Я думаю Там Больше Даже Питера Определенно Его строили Гиганты На это Указывает Старый Жилищный Фонд С высокими Дверными Проемами С высокими Потолками Тот же Исаакиевский Собор Посмотреть На его Двери Туда Люди Входили Которые По меньшей Мере 5 метров Роста И не только Почему Всегда Все говорят Про Питер Потому что Это Видим Какой-то Эталон Питер Там Все Наглядно Мне Присылают Снимки Из разных Городов Где Двери Намного Выше Чем Например Если Походите В центре Москвы Я Немножко Заговорился Да В общем Получается Три Потопа Точно Было Но Мне Кажется Если Цивилизации Было Много То Их Было Больше Потопов А Мы Можем Судить Только О тех Например Хотя О том Что Было В 19 Веке Уже Четко Можем Судить Что Тогда Было Я Например Считаю Так Насчет Немножко Добавлю Насчет Эффекта Манделла Я Не знаю Что Насчет Реальности Смешивания Перемешивания Соединения Я Вижу Конкретно Что Было До Что Стало Сейчас Я Не то Что Помню И Мне Можно Сказать Упрекнуть У тебя Память Плохая Ну Обычно Так Пишут Да Ты Не Помнишь Да Это Все Ерунда Я Четко Знаю Что Было Тогда И Что Сейчас Я Не то Что Помню Я говорю Я знаю Что Было Допустим Восьмидесятых Годах Да Какие Что Вокруг Было Что Сейчас Я Конкретно Это Помню Девяностые Года Как Кеннеди Убили Я Четко Помню Этот Фильм И эти Фильм Расследования И Что Сейчас Поэтому Эффект Манделлы Реален Вот Мое Мнение Давайте Подальше Я Закончил У У У У меня такой Вопрос То есть Ты прям Раньше Замечал Сколько Дверей У Кадиллаха На котором Ехал Кеннеди И сейчас Ты точно Помнишь Тогда Их было Так сказать Там Шесть Посадочных Мест А теперь Там Четыре Или Что Могу Конкретно Ответить Да И кто Убил Кеннеди Кстати Ответь Как Принято Как Принято Говорить В моей Реальности Это Среди Тех Кто Верит Эффект Манделлы Но Я Не настолько В него Верю Всегда Есть Одно Но Всегда Найдется Что-то Что Можно Опровергнуть Такими Буквально На месте Я помню Черно-белые Основное Видео Черно-белые Показывали Сверху То есть Сверху Как бы Примерно С того Ракурса Откуда Стрелял Освальд Но Хотя Он не Стрелял Это Я Четко Говорю И Показано Сверху Машина Белая Кадиллак Четыре Человека Коннелли Был Один Водитель Был В кепке В белой В черном Костюме У водителя Был А нет Не в белой В черной По-моему Кепке Сзади Супруга Чита Кеннеди У водителя Был Спец Пистолет Это Все Разбиралось В американском Фильме Расследовании Его транслировали Очень долго И много По телевизору Я четко Это помню И знаю Что там Все это было Где видно Что Он вытаскивает Его Как бы Вот так Раз Быстро И убрал Но Одно замечание Тот специалист По киномонтажу Он говорит Посмотрите Что там Вот тут Ретушировано А вот эту Запись мы нашли Несколько Где четко Видно Но даже там Где ретушировано Все равно Все было видно Стреляет водитель Убили его Не только водитель Стреляли Минимум С трех мест Шесть пуль Шесть выстрелов Волшебная пуля Так называемая Да Есть еще Фильм Девяносто первого Года Где Кевин Костнер Играет Там тоже Показаны Были эти кадры Сейчас Вы смотрите Посмотрите Этот фильм Там Опять же Показан Только шестиместный Кадиллак Откуда он взялся Не знаю Не ну Здесь я например Я например Не думаю в чем проблема Если эти Ребята нам Красиво Рассказывают И показывают Как 11 сентября У нас Фейковые самолеты Врезались В башни Потом мы видим Что это вообще был монтаж То есть лично мне вообще Без проблем Поэтому я вообще Всю эту тему По поводу Эффекта Манделла Воспринимаю Как фейк Точно так же Как информационный вброс Эдезу Как и тему О плоской земле И мне прям не терпится Спросить всех окружающих Их мнение О тематике Зачем была вброшена Эта фейковая тема Плоская земля Кем Для чего Вот пожалуйста Плоская земля Библийским проектом Как говорят Была заброшена Какими-то Из ортодоксальных сект Скорее всего Что-то близкое К мормонам Или Калифании Или еще к чему-то То есть еще одно Отопление Об этом долго Много уже говорили То есть христианство У нас же что Утверждает Что плоская земля И черти на сковородках Воду будут жарить Вот и вбрасывают Эти темы Причем Опять на определенную Группу Людей Это очень сильно действует Я немножко Сейчас еще скажу По всем этим вопросам Буквально одну минуту То есть Валерий сказал Что личностный Рост Личностная эволюция Человека Допустим Важна для Конкретно самого Человека Но возникает Вторая сторона Медали Что для Этой личностной Эволюции Нужно общество Все-таки То есть То гнездо Где человек Будет личностно Эволюционировать При перерождениях И как мы знаем Ну не знаем А ведическая позиция Что в родах Своих перерождаются Что твой сын Это твой прадед И нарушение Вот этих вот Вещей Оно не позволяет Производить Личностную Эволюцию От перерождения То есть Ты шел 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 Допустим До катастрофы Жил 140 лет Проходил круг жизни А тут мы Теперь с вами Застряли И В принципе Ты можешь Из-за такого Построения Общества Регрессировать В дальнейшем Своих Перерождениях Потому Общество С личностной Эволюцией Связано Очень сильно И подготовка Его нужна Действительно Достаточно Опять сильная Теперь по нашему Электорату Вот допустим Особенности Поведения Диффузников Ну опять Академик Поршнев Опять Большая часть Тех Кто по светлому пути Идет Являются Диффузниками Сказал То есть Представителями Нихших вар Так вот Особенностью Поведения Диффузников Это Есть Поход За лидером Если лидеры Появляются И светлых Неантропов Они идут за ними Если из темных Они идут за ними Все очень просто То есть Для чего мы И с вами Это все говорим Пусть мы не все Из вас неантропы Кто-то Продвинутые Диффузники Но по крайней мере Хотя бы мы это Делаем Так что делаем Мы все правильно И каждый собирает Это по кирпичику Вопрос Да Потом Еще один вопрос По диффузникам В России Диффузников Меньше всех Самый небольшой процент Ну вернее Самый большой процент Неантропов Почему это происходит Не только Среди русского народа Практически Среди всех народов России Есть Иногда Встречаешь Очень Есть продвинутые Татары С ними приятно Разговаривать Причем Гаданские Есть продвинутые Кавказцы Я здесь на Кавказе Живу Бывают очень мудрые люди И действительно Все Значит Здесь находится Какой-то центр Который распространяет Эту энергетику Такой же Как и центр У желтых Который находится На юге Юго-Восточной Азии То есть Помните Когда-то была Такая книжка Куневский В Чек Какие-то кристаллы Но это Как бы параллель Есть этот кристалл Нету кристалла Есть какой-то Центр излучения С чем этот Центр излучения Связан Это как раз То что сейчас Излучает Женя Макаров Тут пришла Очень интересная вещь Все в христианство За мощи святые Ругают Но оказывается Мощи-то святые Появились до христианства И там Митрополит Никон Выбросил мощи Одной из святых Ведических Из Забыл как город Называется И там Все на уши встали Из-за этого Весь город А получается Интересная вещь Вот эти все урны Стоящие На вершинах Эрмитажа В городе Даже в кроватях Они стояли Вот старые Допотопные кровати С них же Просто дизайн Там стояли Какие-то Урночки Что в них хранилось Вот есть такое предположение Что хранились ДНК предков А Около пирамид Вот Центр Каракарана Который смотрел Сейчас Витя Опять Он соответствует Месту погребления Всех царей То есть Энергетический центр Где производилась энергия Какая она полевая Была соответствует Месту захоронения И получается Что трансляция Этого ДНК Шла Каким-то волновым способом На все население Которое находилось Это конечно тяжелое предположение Но оно сейчас Очень интересно Один из питерских исследователей Его предположил Он там Про дольмены говорил Но с дольменами он ошибся Но трансляция ДНК Такая вот Она очень похожа Потому в некоторых саркофагах Хранили Недалеко от пирамид От энергетических центров А кто не представлял Биологического Или какого-то Ценности Его сжигали В Курган Такая ситуация происходит Это пока предположение Просто направление поиска Что это были за урны Кругом Почему они соответствовали Энергетическим центрам Почему в этих урнах Хранились мощи Я сначала не мог понять Пока не нашел Действительно Что так оно и было И потом еще Небольшой Такой Для всех Если хотите Представить Цивилизацию Межпотопную По техническому уровню Есть такой стиль Стильпанк Во многих фильмах 30-х годов Он показан Где летали Дирижабли Все красиво Вот это вот Четкое представление Того технического уровня Причем Дирижабли Сейчас тоже Докопался тут Что их никто не строил Они все Пооставались С того времени Их просто Эксплуатировать Дальше не смогли Получать газы В таком количестве Гелии только В середине 20-го века Начали Поискать Получать А до этого Они попытались Их заполнять водородом Они у них Начали взрываться То есть Дирижабль Полный Переход То что осталось Из техники Того времени И по эффекту Манделлы Мой вывод По эффекту Манделлы Нельзя его Просчитывать С политических Событий Потому что Убийство Кеннеди Это оперативная игра Определенных Команд То что они там Понакопили И по всему Это сделали Получать нельзя Про Южную Африку Про самого Манделлу Что он умер А потом воскрес Тоже говорить Нельзя Это опять Политическое событие Откуда мы знаем Вот сейчас Путина нету По идее Логически Не может Один человек Управлять Государством Управляет Определенная Группировка Людей Кого они выбрали Путина Неизвестно Я конечно Верю Свято Что Путин Есть Так же Манделла Там противостояли Англосаксы Остатком немцев Что произошло С этим Манделлой Тяжело понять Нужен был флаг Негров Вокруг бегали Негры Если бы Они там успели Всех обилить И сделать немцами Было бы одно Но так как Там была Противоборствующая Группировка Может Манделла Он действительно Умер Но назначили Манделлу другим То есть вот И весь Эффект Манделлы В чем И заключается То есть Эффект Манделлы Можно переименовывать В эффект двойника Вот что мы сейчас С Путином Наблюдаем Чистая политическая Игры Если мы хотим Найти эффект Манделлы Реально Мы его должны Искать Не в политической Сфере А ваше мнение Все таки Кто убил Кеннеди Ваше мнение Убил Кеннеди Группа Подготовленных Киллеров Которых Мы можем Не знаем Как обычно Из группы Подготовленных Киллеров Кто-то заслужился До генеральских Званий в ЦРУ Кто-то был Зачищен Из этих Кто заказал Его Чтобы заказать Его Надо полностью Понимать Политическую Игру В Америке Которая Происходит Мы с вами Не понимаем Политической Игры И Элит Которые Воюют У нас В стране А говорить Об Америке О которой мы знаем Америка Чем отличалось От Англии В свое время То что там Были представлены Все политические И финансовые Игроки мира Что сейчас происходит Китайская банда Есть Там Диаспора Есть Что такое Китайская Бизнес Это От бизнесменов До последних Торговцев Наркотиков Внизу Которые Бегают Вот это вот Китайский клан Который живет По своим Этим Китайского клана В Германии Нету В Англии Тоже Нету Там Индийский клан В Англии Есть Но он Там Через Палату Проведен То есть Хочешь Знать Какие кланы Действуют Суди По преступным Группировкам В той Мафии И ты Сразу Начнешь Понимать Дюник Верхи Низы И все Такое То есть В Америке Они Представлены Все И понять Какая Политическая Борьба В 60-х Годах В 70-х Шла В Америке Мы Совершенно Не Можем Из-за Недостатка Информации Ибо Мы Не знаем Даже Кто У нас Воюет Мы Поняли Что У нас Всех Олигархов Выкинули Но Вопрос Кто Их Заменит А Наших Олигархов Англосакс Они Не признают Никого Почему Наша Элита В 17-м Году Была Изничтожена Она Немецкая Была Она Не Нужна Была Англосакс Где Сейчас Находится Европейская Аристократия Все Кто Знает Немецкая Аристократия Есть Информация Что Они Вообще От мира Отделены Живут На Кусках Сардинии Как Берлускони И туда Никого Не пускают Из программы Время И газеты Интернет Этих Ты Никогда Не сделаешь Вывода О том Какие Политические Игры Вообще Идут Олег Чуть Чуть Передаем Слово Другим По поводу Ну Вообще У них Такой Смешной Лозунг Как Смотри В задницу Высшему Клюй Ближнего И как И на Нижнего То есть У них У наших У тех По другому Не Организовываться Умеют Не Ну У них Клюй Ближнего Да Это То есть При равной Ступени Посвящения Да Они Допускают Конкуренцию Они Могут Друг Друг Я Тебе Еще раз Перебью И Больше Не буду Честно Говорю Ты Понимаешь Они Научились Друг С другом Договариваться Друг Друга Защищать И Как То В Тех Кто Входит В Круг Беречь Как Это У них Получилось Сейчас Пока Никто Не Знает Это Я Согласен Я Говорю По Убийству Кеннеди Что Наверняка Там Была Конкуренция Между Собой Там Было Что Того Что Мы Действительно Не Знаем И Как Вот Кеннеди Мы знаем С какого Он Клана Вообще Кто Он По Происхождению Ирландец Англичанин Немец Кто Он Трамп Из Немецкой Группировки Мы знаем Что Немцы Представители Промышленного Капитала Англосаксы Представители Финансового Капитала Здесь Мы Примерно Представляем Что Происходит Кто Был Кеннеди Я Четко Не Знаю Что Его Предки Занимались Алкоголем И Всем Остальным Я Хотел Сказать Еще Алексей У тебя Как-то Трансляция Показывает Как будто Она Подзависше Ну Я Не Знаю Может Это У Мне Так Показывает Ну Давайте Передаю Слово Не Знаю Кто Возьмет Но Только Трансляция Идет Два Часа Может Перейдем К Завершению Что Какие Будем Выводы Предпринимать И Выкладывать Для Наших Слушателей Да Давайте Завершать Эфир Сегодняшний Не Предлагаю Еще Два С Половим Часа Можем И До Трех Часов Но Если Уже Два С Пятницы Я Я Тогда Хотел Бы Всех Собравшихся И Тех Кто Нас Будет Слушать Поблагодарить За то Что Нашли Время И Собрались Высказали Своё Мнение Тех Кто Нас Будет Слушать За то Что Нас Посмотрят Хотел Напомнить Что Каждый Человек Может Разбудить Тысячу Вдвоем Десять Тысяч Втроем Сто Тысяч А в десятером И миллион Это Есть Эффект Усиление Эффект Товарищества Каждый В этом Товариществе Важен И нужен Он Делает Свою Роль И Хотел Бы Сказать Что Двигайтесь В правильном Направлении Тот Который Вас Ведет Жизнь Потому Что Информация Она Такая Если Вы Ее Не Структурируете И Не Распространяете Она Начинает Застаиваться В вас И Отравлять Вас Действительно Уничтожать Если Вас Вы Стали Таким Проводником Проводите Эту Информацию Давайте Людям Творите Как говорится Свои Дела Потому Что Вы Творцы Становитесь Со Творцами Давайте Людям Информацию Которую Вы Видите Потому Что Любое Мнение Правильное Потому Что Оно Идет От Человека Который Находится В этой Позиции Сейчас Ну А Своё Я Хотел Еще Раз Включить Демонстрацию Экрана И Прорекламировать Свою Будущую Статью Которую Я назову Технологии Которых Не может быть Я надеюсь Вы все Видите Какие Были Технологии Это Шумерийцы С клинописью На Мерседесе Так что Есть то Что Нам Не Показывают Есть то Что Замалчивают А есть то Что Нам Вообще Никогда Не Покажут Вид 124 Кузов Точно Это Какой-то Новодел Я не Помогу Так вот Это Клинопись Это Шумерийцы Это Мерин И там Будут Вам И мобильные Телефоны В древности И летающие Города Потому что Олег все Время путается Летающий Город Или Луна Олег Это Два Разных Понятия Покажу Летающие Города И Подводные Лодки И все Что Вы Даже Можете Себе Представить И Хотел бы Вам Напомнить Что Система Разворачивается Так Сначала Идет Напоминаю Вам Что У нас Моз Объемный Давайте Снова Включим В объемную Работу И не будем Опускаться На уровень Микробов Уходить Плоскостя Ну И Вот такой Уровень Развития Из плоскости Многомерности Или в обратной Сторону Есть же Деградация Из многомерности В объем Плоскость А потом Вообще В точку До уровня Микробов Благодарю Всех За то Что Нашли Возможность Собраться И Предлагаю Всем Остальным Повторять Наши Действия Собираться Объединяться И двигаться Вперед Да То есть Я правильно Понимаю По вашей Точке Зрения Все-таки Земля Плоская Нам Неизвестно Нам Это Неизвестно Сейчас А Видя Правильно Сказал Вот Вышел На улицу Она Плоская А потом Она Разворачивается В объем Если Начнешь Подниматься Над землей Она Для каждого Свою Для микробов Она Плоская Для тех У кого В объеме Она Объемная Для богов Она Многомерная А для Точки Она Вообще Точек Можно я скажу Дело в том Что у нас Все средства Это выяснить Отняты И мы не знаем Какая она На самом деле Круглая Земля Это такая же Религия Как и Плоская Земля Вот Мое Такое Мнение Но я Вам Все таки Скажу Что Все таки Она Круглая Мне В жизни Повезло Я был На высоте 20 тысяч Метров На МиГ-25 На истребителе Во второй кабине Когда еще Можно было Покататься Много лет Назад Вот там Четко Видно Космос На 20 тысячах И Четко Видно Мы не 20 17 с копейками Мы залезли Я был В таком Шоке Думаю Зачем Красная кабина Нужна Действительно Там излучение Там Морду Все А там Морда Начинает Загорать Вся Без высотного Костюма Причем Были Только На дыхалке И четко Видно Что земля Круглая Вот Хоть Убейся Это Не ты Тогда Пальнул По спутнику Там Американскому В тот момент Когда на 20 тысяч Я был В таком Афиге Что Я никогда На такой высоте Не летал Я чувствовал Себя Как В консервной Банке Потому Я даже Ничего Нажать Не смог Отлично Благодарю А по поводу Валерий Валерий Хорошо Вы считаете Что Большой еще вопрос Какая форма земли Это Как понял Вообще Это вообще Вера Конечно Может быть Мы вообще Живем В каких Клочках Пространства Необъяснимым Образом Соединенных Между собой Понимаете У нас же Нет средств Для этого Ну вот Взлетел Так Высоко Но мне Точно Так же Рассказывал Один Мой Знакомый Что Он на вертолете Когда в детстве Летел И точно Видел Что Земля Круглая Но я ему Объясняю Ну ты не мог На высоте вертолета На 100 метрах Там Или сколько Километри Или там Ведь тут Это еще Тоже вопрос Все Очень хорошо Видно Как объекты Из-за горизонта Появляются Вот я сейчас Летаю У меня самолет Нам разрешают До 200 метров Летать Мы катаемся Здесь Нам надо Не самолеты Нам нужно Что-то Помощнее Виманы Да Нам нужно Виманы Личное Личное пользование Вот тогда Мы все Разберемся Ну в общем В таком уровне Развития Я думаю До Виман Нам далеко Еще Понимаете В чем Дело Я думаю Когда мы Еще Помните Какая форма Земли Есть Это все Все верно Есть Но не про Нашу честь Как говорится Да Все отнято У нас Друзья Я думаю Нам просто Надо будет Создать Фонд Наконец Про который Мы говорили Купить Космический Корабль Ну или Витмана У кого-то Может В стране Взять В аренду Слетать Посмотреть Что там И потом Привести Достоверные Факты Вот тут Слоники Стоят А вот Это Кругленькое А вот Это Все равно Споры Будут Все равно Скажут Это фейк Это график Ты знаешь В чем дело Это Смотри Пускай Фейк Говорят Те Кому это Требуется Говорит По жизни Каждый Развивается Как здесь Пыло Правильно Сказано В своем Направлении По своей Траектории Жизни Наша Задача Подавать Людям Правду Вот Наша Задача Людям Выдать Правду Всегда Найдутся Те Которые Скажут Фейк Не фейк Ну что Мы будем На бандерлогов Ориентироваться И будем Бандерлогам Подыгрывать Для того Чтобы бандерлоги Развились И стали Чуть выше Чем они Сейчас есть Мы Существуем Чтобы Во-первых Сами Выйти Из этого Состояния Я не считаю Что я очень Высоко Нахожусь Поэтому я этим И занимаюсь Чтобы Саморазвиваться Во-вторых Помочь другим Разобраться Где правда Где неправда Вот для этого Если ты сам Поднялся Чуть-чуть На ступенечку Повыше Протяни руку Вниз Достань кого-то Оттуда Чтобы он Еще кого-то Достал Ты поможешь Десятерым Он поможет Десятерым Смотришь Мир вокруг тебя Улучшится Станет Меньшим бандерлогов Станет Больше мыслящих Потом ты забрался Кто-то тебе руку Подал сверху Тебя потянули Ты еще потянул Смотришь Еще лучше Мир стал Наша-то задача Не то Что смотреть На тех Кто внизу И кто там Гадит себе И кричит Что как хорошо В фекалиях своих Валяться Наша-то задача Все-таки Чуть в другую сторону Уйти Там повыше Куда-то забираться И помогать другим Сам скатался Покатай Другого Вот так вот Возьми Возьми с собой И покажи Да Ну давайте Наверное Да Заключительное слово Я скажу Во-первых Рад Рад Что нахожусь В такой Замечательной Компании Так скажем Единомышленников Те кто Считает Что Развился Сам Разве И ближе Вот И естественно Я тоже согласен И поддерживаю Что тема Плоская земля Это на самом деле Является информационным Вброзом И дезой Да Согласен Скорее всего Это действительно Та самая концепция Библейского проекта Абсолютно согласен Что Различная была форма Понимания И уровень понимания Тех Кто писал Древние книги Знания Поэтому Эти люди Так скажем Нам запрещают Потом ковыряться В носу Есть такой анекдот Поэтому Конечно же Конечно же Мы находимся В таком Информационном Изобилии И В состоянии Отделить Зерна От плевел Нам некому Подсказать Я тоже В своих стримах Говорю Ты рождаешься На эту планету И как было бы Замечательно Если бы тебе Дали инструкцию По эксплуатации Этого тела По эксплуатации Человеческого тела Нет ее Поэтому Конечно же Мы на каждом На разном Уровне развития Находимся На разном Уровне знаний У кого-то Кто из спецслужб И так далее Попал Хотя бы При фильтрации Имел доступ К архивам Там более-менее Хотя бы Информация Сегментирована Так что Ты можешь Хотя бы Понять Более-менее Как можно Там свое тело Развить правильно Не сжечь себе Мозги Какими-то Запрещенными Препаратами Потому что Очень много Идет И совета Тоже Вот там Откуси Запей Одну пару Таблеточек И Там кстати Ходит сейчас Такая информация Что Тот же Майкл Джексон Почему умер Потому что Он пил Определенные Таблетки Которые Ну Влияли На развитие Определенной Микрофлоры В нем Уничтожали Так сказать Слизь И мол Якобы Вот этот Процесс Он омолаживанием Занимается Вот То есть Люди Всячески Пытаются Конечно Подольше прожить И больше Увидеть Ну И как бы Как следствие Являться Заложниками Вот таких Вот Экспериментов Поэтому Благодарю Всех Огромная Благодарность Так сказать Захарите На мой канал Так же Хочется Так же Свой канал Денис Денис Хвостиков Будет Тоже В списке Как бы Под видео Список Участников Будем вместе Двигаться Я рад И в дальнейшем Присутствовать На любых Событиях Собраниях На связи Я ко всем Скайпо стучался Поэтому Всегда рад Какому-то Сотрудничеству Взаимовыгодному Так скажем Для развития Нас Окружающих Так что На связи Всех благ Удачи Никто Кроме нас Да Кстати На связи Если у кого Нет чего-то Скайпа У меня есть Все скайпы Участников И если что Обращайтесь Думаю Всех уже есть Скайпы Если что Совместно Какие-то проекты Идеи Стримы Обменяться мнениями Чтобы у всех Были друг друга Скайпы На всякий случай Если что Можем придумать Еще в следующий раз Что-то По какой-то теме Или как-то там Кто придумает Организовываем Собираемся Еще в дальнейшем Потому что Мне кажется Получилось хорошо По поводу Еще тут Может Не совсем в кассу Я просто вспомнил Что о последних потопах Именно как-то Люди не помнят Да Я просто предполагаю Свою такую версию Помните Как в фильме Люди в черном Они приходили Брать как бы Ну Опрос у того Кто видел пришельцев Потом щелкали С такого фотоаппарата Который стирал Человеку память О последних событиях Именно Он помнил о прошлом А вот Именно последние события Не помнил Что возможно Даже с космических кораблей Или как-то С какого-то оружия Может быть Облучали людей Что они забывали Именно о последнем событии У меня есть версия Передаю слово Коротко об этом Большой Электромагнитный импульс При ядерном При мощной Ядерном взрыве Вполне возможно Ну в смысле Есть такая тема Что стирает Вообще уничтожает душу А душа Это вот весь опыт Поэтому бездуховные люди Становятся Таким образом Богов наших Могли уничтожить А иначе По-другому Нельзя Поэтому и столько воронок Ну вот такая версия Есть Просто на каждого бога По ядерной бомбе И все Вполне можно решить Было Нет Богов я думаю Богов я думаю Они многомерные Их таким оружием Нельзя взять Они могут воевать Только с другими богами Такими же многомерными То есть эфирные дела Которые находятся И астральные Они как раз Подвержены Уничтожению Боги которые Жили среди людей И они в ментале Остались И теперь Пока нарастят Вот этот промежуток Эфира и астрала Чтобы опять соединиться Это проходит время И по поводу плоской земли Еще скажу свое мнение Ну я считаю Земля шар А плоская земля Был вбросом Именно от тех Кто Находится в руководстве На мой взгляд Цель И она довольно таки Сработала Потому что Когда я делаю Последние видео По альтернативным исследованиям Типа были потопы Люди гиганты И многие пишут Комментарии И вот я заметил Конспирологи Да там Рассказывают о масонах Да И под видео Пишут комментарии Это такая же чушь Как и плоская земля То есть Плоскоземельцы Они считают себя Как бы тоже Альтернативными исследователями И заодно Вот этим самым Они ставят Других Альтернативных исследователей Под сомнение Вот Передаю слово Ну что же Будем заканчивать Да Нашу встречу Сегодняшнюю Я Было очень интересно А ну давай Давай покажи Заканчиваем Я хочу поблагодарить всех И в первую очередь Свою судьбу За то что Мне постоянно Дает возможность Встречаться С очень интересными людьми Всех Я вас Обнимаю Всем Большая благодарность За то что вы есть За то что вы делаете Это дело Напоминаю Что сегодняшняя конференция Альтернативных исследований Подходит к концу Транслировалась На три канала Записи будут Выкладываться Если вдруг Где-то там На каком-то канале У нас Чего-то лицо Не показалось Вовремя Посмотрите На соседнем канале Это Увидите То есть Все синхронно шло То есть Никто ничего вырезать Не будет Единственное Может какую-то Заставку Кто-то свою вставит Я думаю На этом все Ограничение Творчества Будет Сразу прекращено Потому что Целиком Надеюсь Что будет Полностью Вся встреча Наша Запечатлена И не искажена Дальше Вот Хочется всем Предложить Помнить Не только участникам А и нашим зрителям И слушателям Что Мы должны Не забывать Для чего мы Все это делаем Вот о чем Я поднимал вопрос Не просто выговориться Потому что Говорунов Сейчас появилось Огромное количество Такое ощущение Что В сумасшедших Домах Дни открытых дверей Постоянно устраивают Все выскакивают Начинают говорить Причем так Они любят Поставить на себя Камеру Прямо говорить Говорить И вот прям Каждую минуту Они выходят Все эти Там лайков набирают И так далее Вот То есть Не забываем Что не просто Мы себя показываем Не просто То что нас распирает А мы с какой-то целью Это вот То что сегодня Вот каждый Поделился Высказывает Дальше Еще что хочу Сказать Вот Говорили Как привлекать И развлекать И так далее Вот у нас Был посыл Он и остается Фраза Такой слоган Развлекай Увлекай Увлекай Направляй То есть Мы можем взять Например Девушку Которая управляется С карамелькой И потом Поставить Какую-то Значимую туда Информацию Какой-то Видеоролик Тем самым Вы привлечете Тех Кто любит Девушек Смотреть Как они Карамельки Уговаривают Но при этом Они еще Так или иначе Посмотрят Что-то здесь Это простая Рекламная Такая Эстафетка Которая Закладывается Во многие ролики К сожалению В ролики Очень нехорошего формата Изучайте Я предлагаю Каждому Чаще Единое Дело Для того Чтобы Всем Жилось Хорошо А вот Цивилизации Куча Конкурентов Среди Тех Кто Бизнесмены И просто Делают Бабло На чем-то И топят Других Вот Или мы Остаемся В парадигме Цивилизаций И тогда В принципе Мы будем Им подыгрывать И уничтожать Себя Или все-таки Мы переходим На другой Более значимый Уровень Который Позволит В очередной Раз Не смыть Нас В канализацию История А перенесет Нас На более Высокий Уровень Бытия И мы сможем Своим внукам Рассказать А вы знаете Было время Когда мы не знали Что было Вот 200-300 Лет назад Мы в этом Копались А у вас Сейчас есть Возможность Не просто Это знать А еще И потрогать Изведать Поделиться С другими Вот я жду От каждого Таких действий Которые приведут Нас К этому Здравомыслию Ну в принципе Все Желаю всем добра До новых встреч Увидимся И услышимся Быть добру Заканчиваем Или кто-то еще Выскажется Благодарю всех За участие До связи Всем Все Выключаю Трансляцию Рад был Всем Еще встретимся Я думаю Неоднократно До новых встреч Всех благодарю Народное славянское радио Для пытливых умов Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok